Субтитры делал DimaTorzok Это одна из, наверное, мной любимых рубрик. Мы задаем вопросы, получаем на них ответы. Но перед тем, как представить нашего гостя, о котором, естественно, вы знаете, я сначала вам представлю второго ведущего. А это сегодня Георгий Скалов. Гоша, привет! Привет, друзья! Привет, Дима! Привет, Виталик! Сегодня у нас постскриптум, а значит, что мы отвечаем, точнее, не мы, а наш гость отвечает на вопросы, накопившиеся после его выступления на форуме «Ученые против мифов». В данном случае речь идет о форуме «Ученые против мифов-14», который был в самом начале марта. И это Дмитрий Селезнев, астроном-любитель, астрофотограф, автор проекта «Диас Астра», а также победитель нашего конкурса научно-популярных видео «Хрустальный пингвинопитек». Он выступал на форуме «Ученые против мифов-14» с докладом «Зачем НАСА фотошопят космос или как за 100 долларов нарисовать снимок Хаббла?» Привет, Дим! Привет, Гоша! Привет, Виталий! Очень рад вас видеть! Привет, уважаемые зрители! У тебя, кстати, рядышком находится победительная статуэтка. Да, вот хрустальный пингвинопитек, который прям такая нормальная конспирология, и можно бороться прям физически. Ну да, вот у наших победителей такие статуэтки есть, а у нас самих, к сожалению, увы, ни одной. Мы не участвуем в гонке, Гоша, так что. Придется, да, когда-нибудь выйти из состава организаторов и поучаствовать. По-быстрому, на один раз, да. Ну да. А наших зрителей я призываю задавать Диме вопросы, потому что есть некоторое количество вопросов, которые были заданы в комментариях к видео, но гораздо интереснее то, что вы будете задавать сейчас прямо вживую. И вы можете задавать эти вопросы просто в чате, вы можете в суперчате, а можете с помощью специальной ссылки, которая будет периодически в этом чате появляться и которая есть в описании к видео. А за лучшие вопросы наши гости, и сегодня это Дима, вручают призы. Точнее, конечно, призы вручаем мы. Вот футболки, такие красивые, форума «Ученые против мифов», примерно как на мне сейчас. И, кстати говоря, автор предыдущего стрима, наш гость, биолог Антонина Обласова, уже выбрала двух победителей, которых зовут «Сказочная псина», который спросил, почему у нас дети более-менее под контролем поликлиника, а взрослые нет. Разве это не угрожает популяции и так далее. И второй, не менее занятный ник, «Пирожок с ковидлом», наш постоянный зритель спрашивал, на ваш взгляд, за какими вакцинами будущее? Дорогие наши зрители, напишите, пожалуйста, Георгию Соколову, чьи контакты сейчас появятся в чате. Я, кстати, вспомнил, что я должен сам сегодня их в чат бросать, потому что сегодня мы с Виталиком ведем стрим вдвоем. Ну да, через некоторое время, дорогие гости, когда я договорю, я брошу свои контакты в чат. Ну давай ты сейчас пока договоришь, да, я еще скажу, поблагодарю всех, кто сейчас прямо находится на стриме. Если вы еще не поставили лайк, сделайте это. Продвижение канала – это всегда очень хорошо. По крайней мере для тех, кто любит на WatchPop. Мы стараемся сделать его как можно больше, как можно интереснее. Поэтому лайк, обязательно подписка, нажимайте на колокольчик, выберите пункт меню «Все», для того, чтобы не пропускать подобные стримы и не пропускать вновь появляющиеся видео. Ну, в этом Георгий и о том, кто, собственно, вас ждет. Георгий обязательно расскажет чуть-чуть позже. Я думаю, что мы в перерыве, наверное, об этом поговорим. И добавлю о том, что его проект «Антропогенос.ру», проект «Лаборатория научных видео» имеется страничка на Патреоне, и это очень важная для нас поддержка. Собственно, благодаря ей, по большому счету, мы и можем подобные стримы проводить. И, конечно, отдельное спасибо тем, кто помогает, спонсирует нас на YouTube, друзья. А я хочу еще напомнить всем, что на финишную прямую вышла подготовка форума «Ученые против мифов-15», который, мы очень надеемся, будет в следующие выходные, 19-20 июня. Хотя сегодня мэр Москвы объявил какие-то там очередные ограничительные меры, но есть надежда, что нас они никак не коснутся, и форум мы проведем. И я знаю, что на форум осталось еще немножко, буквально несколько билетов в зал, и неограниченное количество регистраций на нашу онлайн-трансляцию. Поэтому вот сейчас в чате появится ссылка на трансляцию. Извини, Виталик, что с твоего аккаунта почему-то получилось. Но, друзья, регистрируйтесь на форум «Ученые против мифов», который должен состояться в следующие выходные. А теперь, я думаю, пора передать слово Диме. Ну, вернее, как Дим будет отвечать на вопросы, которые мы будем задавать. Но Дим готов. Я ему даже два первых вопроса успел прочитать, так что сейчас он как ответит, как ответит. Так, ну и в самом начале, как всегда, спасибо. Да, Ксения Димитрий Целес, наша постоянная зрительница, человек, который постоянно помогает и финансово. Спасибо огромное за подобную поддержку. Он пишет, «Здравствуйте, Димитрий, а как присваиваются наименования астрономическим объектам?» Здравствуйте, Ксения, тоже мой зритель постоянный. Очень хороший вопрос. Название астрономическим объектам сейчас присваивает организация, которая называется Международный астрономический союз. Этой организации чуть больше ста лет, насколько я помню. И она, собственно, для этого была и сделана, чтобы как-то номенклатуру какую-то сделать по названиям астрономических объектов. И для разных категорий этих объектов сейчас существуют разные правила названия, нейминга такого. То есть сейчас звезды, они не называют свои имена. Их там около 200 штук всего, которые имеют прям вот собственное название, типа Бетельгейзи, там Вега, Сириус. Все остальные звезды и те, что открываются и сейчас, они получают номера, соответственно, каталогом. Этих каталогов тоже много разных. И там может быть какое-то буквенное обозначение, типа HD, и такой длинный номер, там 6-значный, 8-значный. То же самое относится к объектам глубокого космоса, там какие-нибудь галактики, туманности, если какие-то открываются. Сейчас новые объекты, они тоже получают номера по каталогам. Но если, допустим, кто-то открывает комету, в том числе любитель это тоже может сделать, этой комете ей тоже присваивается номер, но при этом присваивается фамилия первооткрывателя, либо миссии, которая открывала эту комету. То есть это может быть там комета С-2019, там какая-нибудь, F-4 Борисов. Или как была вот в прошлом году С-2019, F-3 Неовайз. Неовайз это в данном случае миссия, то есть телескоп, который открыл эту комету. Но есть возможность свои названия давать, если вы, допустим, открыли астероид. То есть у вас есть какие-то рамки, приличия, так скажем, какие-то правила определенные, в пределах которых вы можете сами дать название объектам. Если вы их открыли, если вы первооткрыватель. То есть это как бы и любителям доступно в любом случае, но любителям-то это посложнее, само собой. Но тем не менее такая возможность есть. Вот. То есть все вот эти разговоры о том, что вот я купил себе сертификат, в нем говорится, что звезда такой-то там величины, названа там Дмитрий Селезнев, это, конечно, мошенничество. Это не работает, и это просто бумажка. Я могу такую же написать, напечатать, и она точно такой же юридический смысл будет иметь. И официальное название, все названия присваивает Международный астрономический союз. Спасибо большое. И второй вопрос от Ксении также я задам. Пишет она следующая. Какое астрофото, какого-либо объекта можно считать уникальным, и почему ваш топ-3 самых удобных для фотографирования космических объектов? Ну, если первая часть вопроса, какое астрофото можно назвать уникальным, если говорить о профессиональной большой науке, то это, конечно же, фотография тени черной дыры в галактике М87, которая была получена проектом радиотелескопа «Горизонт событий». Это действительно уникальное изображение. Таких пока что у нас еще нет, но я надеюсь, скоро будет. И если говорить о любительских снимках, то, наверное, здесь будет речь о каком-нибудь редком астрономическом явлении. То есть, например, уникальными можно назвать видеозаписи падений астероидов на Юпитер. То есть человек просто снимает Юпитер, тут раз на Юпитере вспышка происходит, это упал астероид. Это действительно, ну, это периодически происходит, но довольно редко все-таки. И заснять это – это большая удача. И у нас есть за последние годы, там, за последние года 3-4, два или три таких зафиксированных падения. И вот эти падения, они, так скажем, зафиксированы в одном или в двух экземплярах, грубо говоря. То есть один или два человека это снимали одновременно. То есть это, вот, мне кажется, действительно очень уникальные такие. Ну, а если мы просто говорим про фотографию каких-то объектов, ну, самое удобное – это, конечно же, Луна. Потому что Луна каждый месяц видна на небе. Вне зависимости от того, в каком полушарии Земли, ну, за исключением, конечно, там, полюсов северного и южного, вот так она со всей Земли видна каждый месяц практически. У нее сезонность, но она бывает в некоторые месяцы повыше, в некоторые месяцы пониже. Но практически каждый месяц ее можно увидеть. Если из планет Солнечной системы брать, то это, наверное, Юпитер. То есть у него каждые 13 месяцев происходит противостояние. То есть, грубо говоря, каждый год наступают хорошие условия, чтобы его наблюдать и фотографировать. Ну, а если мы говорим о объектах дальнего космоса, то для северного полушария это, наверное, галактика М31, галактика Андромеда. Удобна она, во-первых, потому что у нее довольно длительный сезон видимости. То есть это где-то с сентября и до весны, до середины весны, наверное, ее можно будет, в принципе, наблюдать и фотографировать. Удобна она еще и тем, что она при хорошем загородном небе даже невооруженным глазом видна, что, естественно, облегчает поиск объекта. Так что, наверное, вот такие три мои топ-объектов. Луна, Юпитер и галактика Андромеда. Спасибо. И следующий вопрос из комментариев от пользователя с ником «Проснись, страна». Дмитрий, на 8.30, видимо, имеется в виду тайминг выступления, представлен реальный размер галактики на звездном небе. Ближайшая галактика настолько приближена к нам. Я в шоке, если честно. Да, в презентации, на выступлении я показывал коллаж, в котором соблюдены масштабы съемки. То есть там была в центре такая луна относительно небольшая, и вокруг нее объекты дальнего космоса. И все это снято в одном масштабе. Но, естественно, дальний космос снят с большой выдержкой был, поэтому он так хорошо виден был. И действительно, там была представлена как раз галактика Андромеды, и она там в видимых своих размерах в несколько раз больше самой Луны была. Да, она имеет именно такие размеры на небе, но это не ближайшая к нам галактика, потому что намного ближе к нам Магеллановы облака, которые спутники нашей галактики Млечный Путь, но видны они только из южного полушария, поэтому из наших широт, наши необъятные, их, к сожалению, видеть не получится. Вот, если у нас Земля вдруг не перевернется, конечно же. Так что да, именно такие размеры, видимые размеры, я подчеркиваю, видимые с Земли размеры, это нужно учесть с учетом расстояния до объекта, да, именно такие размеры она и имеет. Спасибо. Спасибо. И дальше Максим Кулагин спрашивал, это все, конечно, интересно, но как цель оправдывать средства? Этот Хаббл уже три раза золотой, а люди до сих пор голодают и живут на улице. А вы не на улице живете, небось? Да, да, живу в студии, тут в гараже практически сутками, но то, что люди голодают и живут на улице, и виноваты, конечно же, именно астрономы. Но цель, естественно, средства оправдывает, потому что без изучения космоса, без изучения космонавтики у нас не было бы искусственных спутников Земли, у нас, вероятно, не было такой штуки, как интернет, которой мы сейчас пользуемся, общаемся, сидя в разных городах, мы вот, так скажем, беседуем, как будто рядом за одним столом сидим. Это как минимум вот так. И интернет, он же ведь не просто для развлечений. Действительно, это помогает и в работе, и в общении, и, само собой, это прогрессирует наша жизнь от этого. Раньше, чтобы какую-то книгу почитать, это нужно было идти в библиотеку, и если она там есть, то хорошо. А сейчас с интернетом я в любой момент могу набрать и почитать книгу, написанную рукой Галилео Галилея. Мне не нужно там ехать в какой-то музей где-нибудь в Европе. Это уже само собой. К тому же, более того, изучение космоса уже более такие перспективные, они несут с собой тоже, естественно, определенную, возможно, финансовую выгоду. То есть есть проекты по разработке астероидов, то есть там добычи полезных ископаемых из них. И это все сейчас очень, конечно, далеко еще, но это впереди, и когда-нибудь к этому придем. Ну и в любом случае астрономия, как такая одна из важнейших наук, она не имеет вот какой-то такой цели, ну не то что цели, а такого вот выхлопа конкретного. То есть, ну открыл там астроном какую-то там черную дыру, ну и что? Да, в том-то и дело, что открывая вот это все, мы двигаем все человечество вперед, потому что в каком-нибудь там 1500 году, когда люди не были уверены, каково вообще место людей в этом мире, они же думали, что все вокруг них крутится, за несколько сотен лет вот так понимание самого себя у человечества выросло, и в том числе благодаря астрономии. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос задает Артесла. Вопрос. Насколько в настоящее время быстрая эволюция телескопов? Хороший вопрос. Эволюция телескопов вообще в 20 веке и в 21, она просто взрывообразная была. То есть у нас там в 19 веке, в 18-17 у нас были основные оптические схемы, которые были разработаны Галилеем и Ньютоном, и они потихонечку развивались. Телескопы становились больше, и вот это вот все. Это хорошо. То есть там вот в начале, буквально в начале 20 века, строили эти гигантские телескопы, которые были длиной 67 метров, которые там не то, что там покрутить нельзя было, они просто горизонтально стояли неподвижно, и таким зеркалом поворотным в них свет направлялся. Но потом начали появляться гибридные оптические схемы, они начали широко распространяться. Потом в 60-х годах появились первые орбитальные телескопы, и вот к этому мы сейчас и пришли, вон у нас Хаббл такой, как трижды золотой, как в предыдущем вопросе было написано. То есть в 60-е годы вывели первые орбитальные телескопы, что позволило там увидеть в ультрафиолете, наконец-то, более подробно окружающее нас пространство. Это уже, то есть люди научились нивелировать атмосферу, ну то есть избавляться от нее, выходить за ее пределы. Это сразу же позволило намного дальше, намного глубже в космос заглянуть, и, естественно, начали разрабатываться большие, вот действительно большие телескопы, наземные, потому что начала появляться такая система, такие технологии, как активная и адаптивная оптика, которые с Земли помогают тоже немножечко нивелировать вот эффект земной атмосферы. И это тоже дало огромный скачок, и сейчас некоторые наземные телескопы, например, VLT, который в Чили, там, система из четырех восьмиметровых телескопов, они уже сейчас могут давать картинку лучше, чем у Хаббла, благодаря как раз вот этой системе адаптивной оптики. И точно так же сейчас еще строятся телескопы, и LT, который почти 40 метров будет в диаметре, это просто гигант сумасшедший, телескоп Джеймса Уэбба, который опять откладывают. Да, сейчас это все будет развиваться, к тому же появляются такие перспективные проекты, как радиотелескоп на Луне, очень интересный проект, километровая такая тарелка, телескопы из гравитационной линзы Солнца, о котором, я полагаю, мы сегодня поговорим подробнее попозже. То есть сейчас эволюция телескопов, она скачет просто... В 20 веке вот взрыв был, развитие. Сейчас уже, конечно же, уже не так прям супер мы прыгаем через поколения, но тоже активно движемся вперед намного быстрее, чем двигались в 19 веке, например. Спасибо. И мы говорим спасибо гемону, который поддерживает наш стрим. Спасибо вам огромное за поддержку. И Евгений Гусев спрашивает, а какой инструмент посоветуете для наблюдения форума с дальних рядов? Ну, телескоп, конечно же, неудобно будет с собой притащить. Вот как вот эти картинные такие театральные бинокли часто используют. Но театральные бинокли – это, в общем-то, так себе устройство. А вот просто бинокль. Замечательно вообще. Просто шикарно будет видно. Я однажды с женой в опере был. Я с собой притащил бинокль. Такой советский. Он тяжеленный, железный такой был. Я сидел, но не с последних рядов, но где-то из середины зала. Я прям вот у меня артист был прям вот как на ладони весь. То есть, ну, бинокль, да. Не телескоп уж точно. Телескопы, они крупногабаритные все-таки. У них обязательно должен быть штатив, точнее монтировка. И это займет место. А бинокль вообще классно. Есть довольно компактные, но при этом относительно мощные. И они и подешевле все-таки будут, чем телескопы. Спасибо. Спасибо. И спасибо Сергею Любомудрову, которые постоянно смотрят и постоянно поддерживают наши стримы, постоянно задают умные вопросы. И он спрашивает, а попадались ли, Дмитрий, в вашей сети искусственные объекты вроде МКС? Да, очень часто на самом деле спутники через кадр пролетают, особенно когда дальний космос снимаешь, ну, дальний космос, ты когда снимаешь, это как происходит? Вот ты вечером навелся на объект, и до самого утра ты за этим объектом следишь. И у меня, по-моему, не было таких ночей, когда вот ни один спутник не пролетел по кадру в это время. Часто они летают. Сейчас, когда Илон Маск начал целыми пачками эти старлинки выводить, вероятность того, что спутники попадут в кадр, становится, конечно же, значительно выше. Да, спутники попадают постоянно в кадр, ну, в принципе, это пока что, пока что не страшно. Но вообще МКС, она бывает иногда проскакивает в кадре таким случайным образом, но лично я МКС целенаправленно отдельно ловил, отдельно ее снимал. Потому что мне вот так не повело. Бывает такое, что человек снимает Луну, и в это время как раз между наблюдателем и между Луной такая МКС раз и пролетела. Очень классные фотографии при этом получаются. Что забавно, и от этого бывают конспирологические такие очень странные версии, что вот смотрите, вот фотография якобы подлинная, вот тут Луна, вот тут рядом там, ну, МКС. То есть это что получается? МКС не намного меньше Луны, что ли? Ну, это, конечно же, глупость, потому что, ну, следует учесть расстояние до Луны и до МКС. Ну, к слову, Дмитрий, как раз в лекции было о том, что фотошопить приходится ровно по этой причине, что периодически попадают объекты искусственные, спутники и так далее. Да. Спасибо. Спасибо зрителю Д за поддержку. А Сергей Паршенов спрашивает, кстати, о вакцинах. Космонавтов прививают или нет? Мало ли в космосе какая-то зараза. Ну, я тут могу сказать, что, наверное, вопрос не совсем к Дмитрию, он все-таки астрофотограф, и заразу космическую сложно ему углядеть. Ну, вообще, да, но как бы... Кептинисток тоже не видно шприцов, да. Да. Но тут тоже вряд ли какой-нибудь космический вирус там на МКС сидит, которого на Земле нет. Скорее всего, люди просто какие-то свои болячки привозят на МКС, и, может быть, они действительно вакцинируются от наших обычных болячек, чтобы там друг друга не перезаражать, не устроить эпидемию на МКС. Так что, ну, скорее всего, они вакцинируются просто вот в рамках вот нашей обычной человеческой жизни. Ничего какого-то особенного там нет, потому что там вряд ли какие-то космические вирусы обитают на МКС. Спасибо. Это же если обитают, поскольку мы не знаем, что за вирусы, то как можно от них привиться? Согласен. Так, следующий вопрос задает человек, который, видимо, лицом упал на клавиатуру и написал свое имя примерно так. Вот, он вообще один из АСФБР-35, не знаю. Так, я не понял, в телескоп туманности черно-белые? Спрашивает он. Этот момент я на форуме излагал. Это один из мифов, перечисленных мной. То есть, если глазами смотреть на эти объекты, они видятся нам черно-белыми. Но это не значит, что они таковыми являются, потому что это уже тонкости нашего зрения, и наш глаз, такой тусклый объект, действительно видит серым, даже с помощью телескопа. Но если воткнуть в самый обычный, вот такой вот зеркальный фотоаппарат, это вот простейшая тушка, которую вот я на вторичном рынке за 4000 рублей купил, они уже будут цветные, если снимать на более-менее длительных выдержках. Так что объекты цветные, но в силу нашего зрения, которая достаточно слабая в этом вопросе, мы их видим черно-белыми. Спасибо. Так, Илья Владимирович, тоже постоянно наш зритель спрашивает, а какое нужно оборудование любителю, чтобы начать снимать космос? По-моему, тоже в лекции, в общем-то, озвучено. Ну, начать, в принципе, можно с простого. Это штатив и фотоаппарат, стоящий на нем. Вот, но снимая небо на длинных выдержках, появится проблема, что небо поворачивается со временем, и звезды, они начинают размазываться. И нужно будет устройство, которое будет поворачивать фотоаппарат вслед за звездами. Мы об этом сейчас еще подробнее поговорим, но если сейчас конкретно на этот вопрос отвечать, для фотоаппарата это устройство будет называться трекер. То есть оно, там, не так, чтобы прям супер-пупер дорогое в рамках нашего занятия, вот. И, в принципе, можно будет с этого начать. То есть просто фотоаппарат, стоящий на вот таком трекере, который будет его вслед за звездами поворачивать. Уже что-то можно будет снимать. Можно будет снимать Млечный путь, можно будет снимать крупные объекты в этом Млечном пути. Но здесь намного важнее условия, в которых вы это будете делать. Потому что если вы выйдете у себя на балкон в Москве, то мало что получится снять, потому что городская засветка, она, конечно же, губительным фактором в данном случае будет. Нужно отихать все-таки от города и не абы как желательно ориентироваться по картам засветки, выбрать место потемнее, чтобы тоже не супер далеко было. И там уже небо совсем другое будет. И даже на простое оборудование там можно получать хорошие фотографии. Но если вы уже о такой съемке через телескоп, если мы будем говорить, то тут уже нужен телескоп, ну вот хотя бы вот таких габаритов. То есть вот это тот самый 13-сантиметровый телескоп, о котором я в докладе говорил. То есть хотя бы вот такого размера, и это уже будет хорошее начало для получения качественных крутых фотографий. Ну и дальше уже по нарастающей покупать оборудование. Спасибо. Спасибо. Меня тут попросили убрать немножко низкие частоты. Я немножко убрал, скажите, нравится ли вам теперь мой голос. Мне нравится. Спасибо, Гоша. А вот Михаил Бубновский, так что можно было не убирать. А Михаил Бубновский спрашивает, желаю, чтобы такой замечательный канал, как Science Video Lab, было видно всем даже без телескопа. И поддерживаю. Спасибо большое. Вы сейчас без телескопов его смотрите. Не все, правда, видно, но я надеюсь. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать. А зритель Нетрикс спрашивает, предположим, вы поехали на природу в гордом одиночестве, и в один прекрасный момент вы видите космический корабль инопланетян. И это не НЛО, а явно космический корабль. Что делать? Как доказать? Ну, берете его и фотографируете. Есть определенные... Есть экспертизы, которые могут установить, что фото подлинное. Потому что там, в принципе, как сейчас делают фотожабы, там даже не будучи каким-то вот экспертом, не работая в какой-то лаборатории по обработке изображений, можно определить, что фото липовое. То есть там, так скажем, по степени шокальности изображения. Вот. То есть, если вот такая ситуация, фотографируйте и потом предоставляйте фотографии на экспертизе, что вот они, инопланетяне. А лучше просто садитесь к ним в корабль и отправляйтесь в путешествие замечательное. Вот. Но вообще, да, я бы в данном случае поступил бы так же. Фотографировал. Фотографировал бы, если бы это был бы у меня фотоаппарат, я бы фотографировал в формате ролл, то есть в несжатом формате, чтобы тому, кто будет это изображение потом проверять, смотреть, ему было намного проще удостовериться, что фотография действительно подлинная. Вот. Ну а так, на словах, естественно, вы никому ничего доказать не сможете, что я там такое видел, потому что вот такие вот рассказы, я их и сам неоднократно слышал. Это же история, опять же, которую говорил по-моему, Йелдграйс Тайсон. Вот если вас сперли, стащили на тарелку, возьмите и стащите у них какой-нибудь предмет. Вот. И покажите. Отломать какую-нибудь хреновинку. Типа того, да. Ну вот тут опять же можно сказать, что ты сам это сделал. Так что лучше какой-нибудь прям не отломать что-то, а какой-то рабочий, работающий инструмент цельный. Ну или сплав, которых у нас пока еще нет, по какой-то причине непонятно. Ну окей, а дальше Юра Нии пишет. И спасибо большое за поддержку, Юрий. Так, читая по Астрофорумам, мнение делится на «Надо знать все, небо искать звезды по картам» и «Автонаведение с ГПС и интернетом найдут, что надо сами». Какое мнение вам ближе? Я в данном случае, так скажем, я на двух стульях сижу, потому что я очень много и очень долго искал объекты сам. У меня в телефоне планетарий был, и я сам находил. То есть человек явно в теме. То есть если я скажу, что вот я весь, все объекты каталога «Месье» нашел своими руками, это 110 объектов дальнего космоса, их все я нашел руками. А сейчас я пользуюсь уже «Автонаведением», и оно само вместо меня наводится. Я считаю, что человек, который занимается телескопами, который этим увлекается и наблюдает за небом, он должен уметь и то, и то. То есть он должен уметь сам найти объект своими руками, по картам. Но если у него при этом есть и «Автонаведение», «Автонаведение», то для экономии времени, почему бы и нет, почему бы и не попользовался достижениями нашей цивилизации, которые до любителей его дошли. Так что я сейчас в фотографии использую «Автонаведение». Даже на Солнце, днем, когда снимаю через специальный телескоп солнечный, я навожусь с помощью «Автонаведения», потому что это быстрее. Солнце-то найти на небе несложно, само собой, но так быстрее. Мне так потом во время съемки будет удобнее работать. Так что тут вот я такого мнения придерживаюсь. Но прогресс он же не стоит, как говорят. Это все равно, что ехать на лошади вместо того, чтобы пересесть на автомобиль, по идее тоже средство передвижения, но скорость совсем другая. Лошадь аутентичнее. Да, да, да. Вот это все руками можно управлять прямо в «Автонаведении». Так, какой возраст древнейшего изображения космических объектов и когда сделали первые фото, спрашивает «Кукурузка». Про возраст я ничего не скажу, потому что зарисовки делали с самых-самых древних времен. Насколько я знаю, есть даже вавилонские таблички из древнего Вавилона, где выскребаны звезды. Но это лучше с археологами про это консультироваться. Средние века, Возрождение. Особенно, когда появились первые телескопы, вот эта культура зарисовок, она сразу же вошла в моду, потому что другого способа нет фиксировать то, что ты наблюдаешь. И в книгах, опять же, «Галилео Галилеи» есть просто обалденные зарисовки Луны. Они очень красивые. Ну, как красивые. Они красивые с учетом того, через какое оборудование он на Луну смотрел. Но когда ты понимаешь, что это первые зарисовки Луны, которые были сделаны через телескоп, вообще первые в истории, это чувство вот такой крутости появляется, конечно же. Первая фотография, ну, как только фотография как таковая появилась, довольно быстро начали и космический объект фотографировать. То есть и черно-белая фотографии там на фотопластинах были. Потом уже в 20 веке вот эта цветная фотография появилась. То есть практически с самого зарождения такого понятия, как фотография в направлении космоса, это уже работало. И я точную дату не назову, когда был снят первый космический объект, но я конкретно видел фотографии, ох, чтобы не соврать, что-то там такое, 1890-х годов фотографии, причем такие фотографии, что не у каждого современного начинающего астронома-любителя такие фотографии получаются. То есть там галактика Андромеды, и там все те же детали, все вот эти рукава, которые и мы фотографируем, но уже получаем более чистую, четкую и цветную картинку, они там вот сто с лишним лет назад, они все там на месте были. Это тоже такая аутентичная фотография, вот, которой уже сколько-то, 130 лет. Но и, естественно, я не говорю, что это первая фотография была, просто это самая давняя, которую видел я. Спасибо. Спасибо. И Елена Жумагулова спрашивает. Какие моменты надо учесть, чтобы сфотографировать МКС? Ну, никак не удается. Посоветуйте что-то. МКС фотографировать, тут два варианта есть. Либо вы просто как пейзаж фотографируете МКС, пролетающую по небу. Тут, в принципе, не сложно, тут нужно знать, в какое время она полетит и в какой стране неба она будет. Но если речь идет о съемке МКС через телескоп, это целое искусство. Во-первых, вот сейчас так, коротенькая минутка технической информации будет. Вам нужно заранее сфокусировать телескоп, лучше сделать это по Луне. Вам нужно точно знать, где, когда она пролетит. И, грубо говоря, вы... У меня тут на телескопе нет, у вас есть искатель на телескопе. Вы точно его настраиваете заранее. И когда МКС начинает лететь, вы запускаете у себя в телескопе съемку и ведете руками трубу за ней, глядя на МКС через искатель. Вот. Как можно дольше снимаете весь пролет, и на каких-то кадрах у вас МКС в кадр все-таки попадет. Это сложно, это очень болезненно для спины занять, потому что она быстро летит, вот так вот ты так замучаешься ее вылавливать. Но я снимал именно так. Вот. Минутка технической информации закончена. Полезная минутка, так что... Спасибо. И пирожок... Да, я стараюсь слишком глубоко в технику не проваливаться, потому что далеко не всем такие тонкости уже будут интересны. Спасибо. Вопрос от пирожка с ковидлом, поддерживающего наш стрим и спрашивающего. Наверняка стандартный вопрос. Случалось ли наблюдать объекты, природа которых была непонятна? Или понятно далеко не сразу? Ну, у меня один раз... Это вообще очень смешная история. У меня один раз был такой момент, что я снимал Юпитер, а потом, когда уже обрабатывал информацию, я просто заметил, что по Юпитеру такое черное пятно проползло, проплыло. И оно прям такое черненькое, контрастное было. Я очень долго ломал голову, что же это было. То есть там, может, какой-нибудь там китайский фонарик или какой-нибудь там мусор пролетевший. Оказалось, все намного проще. Это была пылинка на матрице моей камеры. Просто телескоп, он в этот момент проползал через поле кадра, и он прополз через эту пылинку. А потом, когда я уже обрабатывал и выравнивал, Юпитер просто был центрирован, и получается так, что как будто пылинка перед ним пролетела. Это получилось забавно. А так вообще, ну, всякие вот эти китайские фонарики, дроны, сейчас их становится все больше и больше. Они периодически попадают в поле зрения кадра, когда низко снимаешь. Понятно, там в зените над головой они не так редко, не так часто что-то там такое летают. А вот вдоль горизонта постоянно там птицы. И, в общем-то, это происходит довольно часто. Это еще зависит от города и района города, где вы живете. То есть, если вы близко к туристическому центру, там постоянно что-то будет летать. Всякие там воздушные змеи, шары воздушные. Вот везде, где много людей, всякого такого будет летать полно. А так того, что за пределами земной атмосферы, ничего непонятного пока что не попадалось. То есть, бывало, вот вроде как спутник летит по кадру, но очень-очень медленно. То есть, вот у меня поле кадра довольно небольшое, он минут 30 через это поле кадра летел. То есть, это явно не искусственный спутник Земли. Я пошел по каталогам, проверил, это был астероид. То есть, просто пролетел по кадру. То есть, банальная проверка по каталогам, и все, сразу же стало понятно, что это было такое. Вот так. Просто вопрос в знании. Знаешь что, знаешь, где посмотреть. Загадки отпадают. Да, знаешь, где проверить. Да, где проверить. И все становится сразу же очень ясно. Злотник Дарена с нами. Здравствуйте. Спасибо, что с нами. Скажите, вот есть потрясающие красоты фото туманности Ориона. Воль. Почему именно такие цвета на фото? Можно это увидеть самому? Какой телескоп и навыки нужны, если да, и без сильной обработки? Есть туманность Орион, а есть туманность Вуали. Это две разные туманности. И они, кстати говоря, разные по своей природе. То есть, почему у них такие цвета? Если мы конкретно туманность Ориона возьмем, у нее такая красная сердцевина и синие такие ободки. В данном случае красная сердцевина – это ионизированный водород. Первая линия серии Бальмера. Да простят меня химики за такое косноязычие. H-альфа на нашем языке просто говорит. Вот ионизированный водород, он светится красным. Вот эти синие прожилки в туманности Ориона – это элемент отражательной туманности. То есть, это не газ, который сам по себе светится. Это пыль, от которой отражается свет от ярких звезд, которые находятся рядом, физически находятся рядом. И этот свет до нас доходит синим. Поэтому такие цвета у туманности Ориона. Если же мы берем туманность Вуаль, то это уже другая туманность. Это остаток вспышки сверхновой. Там тоже и красный, и синий присутствуют. Но в данном случае красный – это тоже H-альфа, линия водорода. А синий в данном случае – это дважды ионизированный кислород. То есть, это тоже газ, который светится собственным светом. То есть, вот такие цвета. Природа у них, как мы видим, разная немножечко. Но увидеть их будет очень сложно. Потому что, как я на форуме говорил, что это слишком тускло для человеческого глаза. По туманности Ориона, если мы где-нибудь в горах при очень темном небе и какой-нибудь там метровый любительский телескоп, то, может быть, в самом центре, в самой яркой части туманности Ориона, мы увидим небольшой намек на зеленоватый цвет. То есть, есть такая возможность. Но это прям очень большой любительский телескоп. Ну, реально, метровый, наверное. И супер темное небо. Тогда, может быть, есть шанс, что глазом мы это увидим. Такой небольшой намек на зеленоватый цвет в самом-самом центре туманности Ориона. По вуале цвет вряд ли получится разглядеть вообще. Спасибо. И мы говорим спасибо Юльке, которая тоже регулярно поддерживает наш стрим. Спасибо вам огромное. Так, следующий вопрос от Андрея Самылова. И он спрашивает, а какой лучший телескоп до 10 тысяч? Спасибо. Сейчас вообще с этим сложно, потому что цены сейчас растут постоянно. И когда я в 2016 году снимал ролик, что вот этот телескоп, он там стоит 8 тысяч, он отлично подходит для новичка. Сейчас он, по-моему, уже к 20 приближается по цене. Но мне сложно до 10 сказать. Ну, наверное, если конкретную модель, 707 АЗ. АЗ буквы. Если по цене, ну, может, на вторичном рынке можно будет найти. Я сейчас, наверное, в чат напишу прям 707 АЗ. Так будет проще это найти. Вообще не важно, какой фирмы. Без разницы. Там одинаковые линзы будут стоять. Вот сейчас я в чат написал. Наверное, если получится по цене найти подходящий для... Ну, укладывающийся у вас в бюджет, то для новичка это самый оптимальный выбор будет. Есть там на всяких там Алиэкспрессах, но там в основном шлак. Прям очень плохо с качеством у них. Вот. Так что, наверное, как-то так. Спасибо. Илья Владимирович задает вопрос. Читал, что скоро в космическом масштабе галактика Андромеда нас поглотит. Так ли это? И чем это обернется для нашей галактики? И если не Андромеда, то кто может нас поглотить? То есть явно кто-то должен нас поглотить. Вопрос кто? Ну, это, конечно, вопрос к астрофизикам больше. Но вообще, да, идут на сближение и Млечный Путь и Галактика Андромеды. И так как Галактика Андромеда, она все-таки побольше, чем Млечный Путь, тут, ну, это не столько поглощение, сколько слитие будет в одну большую эллиптическую галактику. Земли к тому времени уже не будет. Ну, по крайней мере, Солнца не будет к тому времени. Так что не переживайте. Но вообще, чем это обернется? Это две спиральные галактики превратятся в одну эллиптическую, в которой нет вот этих рукавов, то есть просто такой светящийся шар из миллионов звезд. Чем это чревато? Ну, это вот столкновение. Это, конечно, так очень громкое название. То есть это не так, что они вот так наскочат друг на друга и отлетят. Они, так скажем, пройдут друг сквозь друга. То есть там же межзвездное пространство, оно довольно-таки большое. И далеко не так много звезд там поврезается друг в друга. Но вообще, конечно, гравитационное воздействие будет катастрофическим. Множество галактик будет, множество звезд будет вытолкнуто. Ну, тут уже, конечно, лучше действительно с астрофизиками. Вряд ли кто-то другой нас до Андромеды поглотит. Но мы до этого, скорее всего, поглотим Магеллановы облака. Потом, может быть, еще ко всему, ко всей этой движухе еще галактика треугольника присоединится уже после слияния Млечного Пути с Андромедой. Это тоже галактика местной группы, третья по размеру после Андромеды и Млечного Пути. Она, по идее, может быть, тоже потом заскочит на вечеринку. Космическая тусовка просто. Но вообще, вы не переживайте, вы не доживете. Я так люблю говорить, что не парьтесь, все прекрасно. Намного раньше у нас тут все пойдет, если куда. Спасибо. И вопрос от Сергея Паршенова. Не понимаю, что такое тень черной дыры? Это как? На какой видимый объект Вселенной черная дыра отбрасывает тень? Это, вот тут опять же лучше с астрофизиками, тень черной дыры, это, то есть, не сам вот этот вот кругляшок горизонта событий, вот. А это, насколько я знаю, это просто те участки, окружающие черную дыру, от которых до нас не пришел свет. То есть, это не сам вот это, как в фильмах Нолана, вот этот вот круг, вокруг которого такой аккреционный диск. То есть, это уже область, от которой свет до нас по тем или иным причинам не дошел. Но это действительно, это лучше с астрофизиками обсуждать. Спасибо. Спасибо. Что, я, да, Гош? Иоанн спрашивает, и спасибо за поддержку. Добрый вечер, спасибо огромное за вашу деятельность. Недавно наткнулся на Яндекс.Дзене на статью дискать фото Персеверанс Марса. Поддельное, потому что небо должно быть черным при таком давлении. Не могли бы прикомментировать? Почему оно должно быть черным? Это на Луне, в которой атмосферы, от которой атмосферы, наверное, только название присутствует. А по факту там ее, ну, почти нет. Вот. На Марсе все-таки присутствует атмосфера. Там даже облака есть на Марсе. И днем небо там, в принципе, непрозрачное. Так что абсолютно нормально то, что оно там имеет такой желтоватый оттенок, ну, в силу своего состава и в силу пыли, которая там витает везде. Вот. Так что это абсолютно нормальное явление то, что небо там такое. Это ночью там, да, ночью небо намного более прозрачное, чем у нас на Земле. И видно там намного лучше. Особенно с учетом того, что из-за светки там нет. Вот. Так что, да. Спасибо. Денис Ангер. Энгер. Наверное, злой Денис. Пишет вопрос по теме, а зачем изучать Луну? Вопрос по теме. Это вопрос близок к риторическому. То есть, зачем вообще изучать Луну? Ну, потому что человечество все-таки стремится к познанию окружающего мира. Если мы по каким-то конкретным пунктам Луны идем, то есть, допустим, зачем там изучать геологию Луны? Чтобы понять там, как она образовалась, образовалась ли она действительно как отколувшийся фрагмент от Земли. Если изучать, допустим, там ударные кратеры, то есть, чтобы понимать физику столкновений, чтобы можно было там, грубо говоря, производить расчеты там возможных там столкновений на Земле, хоть и тут есть такой фактор, как очень плотная атмосфера у Земли. То есть, здесь очень много ответов на этот вопрос. Если с самого начала брать, то это довольно такой философский будет ответ, почему мы вообще изучаем, почему мы вот занимаемся, люди занимаются наукой, почему мы занимаемся там просветительской деятельностью или околопросветительской кто-то занимается. То есть, это вот вопрос взглядов на нашу жизнь вообще. А конкретные цели изучения уже несут конкретные ответы. И все это, так или иначе, помогает нам, в принципе, в понимании вот этого мира, в котором мы живем. А со временем это может приносить и какую-то конкретную пользу. То есть, на Луне, возможно, удастся все-таки построить какую-то базу, на которой можно будет проводить уникальные научные эксперименты, которые на Земле, допустим, проводить очень сложно, потому что там условия совершенно другие. То есть, это уже дает некоторые плюсы. Но мы не сможем построить базу на Луне, если ничего об этой Луне не будем знать. Спасибо. Спасибо. И вопрос от Александра Милова. Интересно было бы услышать мнение астрономов о потенциальном в будущем телескопе с использованием Солнца в качестве линзы, так называемое гравитационное линзирование. Далеко ли можно таким посмотреть и можно ли? Вот это, кстати, классная тема. Вот этот телескоп из гравитационной линзы Солнца. Вот на эту тему, кстати говоря, у Вячеслава Авдеева ролик был. Он общался с автором этой миссии. Это русский астроном, который живет в Америке, работает в НАСА. По моему проекту там очень длинное название у этого проекта. У него нет какого-то короткого лаконичного названия. Там телескоп из гравитационной линзы Солнца. Там длиннющая, короче. Я так даже не смог запомнить. Суть этого проекта в том, что мы... Вот у меня есть линзовый телескоп под рукой. Я на его примере покажу. То есть вот у нас у линзового телескопа есть, соответственно, линза. Я надеюсь, как-нибудь будет видно. Вот у него есть линза. И здесь у него ставится с другой стороны либо окуляр, либо фотоприемник. По этому проекту вместо вот этой линзы будет само Солнце и его гравитационное линзирование. А тут мы уже поставим там какой-то фотодетектор, который данные, полученные из этой гравитационной линзы, будет принимать. Но тут у этого проекта, у него там довольно большой ряд проблем. Труба довольно длинная, она почти метр. А если мы говорим о гравитационной линзе Солнца, то вот эта условная труба, которой, естественно, по факту не будет, она в космических мерках измеряется. То есть вот этот фотоприемник, его нужно будет вывести на огромное расстояние, то есть намного дальше, чем сейчас Voyager улетел. То есть минимальное расстояние, насколько я помню, там должно быть 550 астрономических единиц. Астрономическая единица – это, если что, среднее расстояние от Земли до Солнца. 550 раз надо дальше его от Солнца отодвинуть. И лучше, конечно, еще дальше, там где-то на 700 астрономических единиц. Это огромное расстояние. При этом его положение, вот этого фотоприемника, нужно будет непрерывно контролировать. То есть вот прям вот все время должно быть контролировано, потому что он в итоге просто не в ту сторону там повернется и не сможет фокус Солнца поймать. Перспективы у такого проекта очень большие. То есть он может намного дальше заглянуть, точнее не намного дальше, он сможет намного подробнее рассмотреть объекты, которые, ну, не так, чтобы прям супердалеко от нас. То есть речь идет, вот чтобы понимали, речь идет о наблюдении деталей на экзопланетах не очень далеких от Солнца. То есть там на каких-нибудь ближайших звездных системах, в которых есть планеты, можно будет прям там океаны жидкой воды увидеть, ну, как увидеть, заснять. Там очень сложная методика, тут действительно много технических трудностей. Это очень такой долгостроящийся проект. Есть ли его, ну, его вроде как он близок к принятию, но пока что это все еще на стадии разработки прототипов. Вот, то есть идея такая, что вот этот фотоприемник, его запустить сначала поближе к Солнцу, а потом он раскроет парус солнечный, и под давлением солнечного ветра должен будет ушмыгнуть на необходимое расстояние. И лететь он будет лет 30, по-моему. Так что это очень долго, но перспективы у такого проекта действительно очень большие. Супер подробно, супер детально можно будет увидеть, но не очень много объектов, к сожалению. Спасибо. Спасибо. И вопрос от Елены Жумагуловой. Какой объект вам хотелось бы снять? Ну, прям спите и видите. Что больше всего интересного? Это хороший вопрос, потому что я уже очень много объектов поснимал, и... Нет, то, что я могу сказать, что я там столько всего повидал, но, конечно, мне бы хотелось увидеть, ну, сфотографировать вспышку галактической сверхновой у нас в нашей галактике. То есть, ну, понятно, что это в момент вспышки это просто очень яркая звезда будет, но сам факт того, что это не просто звезда, а вспышка сверхновой, это да, это круто. Ну, а так, в общем-то, из... Я вот, допустим, 7 лет назад я безумно хотел сфотографировать как раз галактику туманности Индомеды и туманности Ориона. Ну, я их сфотографировал, я, так скажем, добился своей цели, и сейчас, в общем-то, из доступных любителей объектов я уже очень много всего поснимал, многие объекты по несколько раз уже даже снимал. Там какую-нибудь Луну или планету Солнечной системы вообще там десятки раз снимал. Так что, наверное, вот вспышка сверхновой, какая-нибудь суперкрутая комета, возможно, да и все, наверное. А что-нибудь из южного полушария, типа южного крестовая или что-то? А, вот из южного полушария, да, я бы очень хотел сфоткать Магеллановые облака, вот, то есть это да, но это не то, что мечта, это, ну, рано или поздно я поеду в южное полушарие и сфотографирую их. То есть это, как бы, это не мечта, это цель. Отлично, спасибо. Ну, вот, кстати, про южное полушарие я не подумал, да, спасибо. Здоровье. Так, Печенкин Сергей поддерживает и говорит, а космос, как снимают, почти понятно. Так, провода от сетапа куда девают, расскажите лучше. Чтобы было понятно, сетап это вот сам телескоп. И когда, да, вот эта вся установка, в том числе, там, камера, вот, и все аксессуары, все это вместе называется сетап. И когда эта штука делает астрофото, она просто обмотана проводами вся. То есть тут везде провода висят помногу. От каждого девайса обычно по два провода идет питание и сигнал. И бывает такое, что в момент, там, пока телескоп поворачивается, просто он может запутаться в проводах. Так что, да, их желательно как-нибудь так подвязывать и заранее трубу крутить во всяких разных положениях, чтобы проверить, что нигде ничего не пережимается, чтобы монтировка сама себя не задушила ночью проводами. Да. Так, и Пете, мы говорим спасибо, пишет, а как скрыться от рептилоидов, а то достали уже прилетать. Сочувствуем Петя, ну, как бы, наши полоночек все, как говорится, в данном случае. Ну, да, тут только сильное колдунство поможет. Горошек, брат кукурузки, пишет. А насколько далеко в прошлое, на какое расстояние вы заглядывали своими глазами в телескоп? О, своими глазами. Тут я большими цифрами вряд ли похвастаюсь, потому что я не так много вообще наблюдал глазами. Я довольно быстро в астрофотографию ушел. Вот, я тоже не задавался целью, какой самый дальний объект, который попадал на мои снимки. Но из, ну, то есть бывает так, что ты какой-то объект снимаешь, и на фоне там какие-то очень далекие галактики там в несколько пикселях проявляются. То есть я до них там не смотрел, какие расстояния. Но самый удаленный объект, который я целенаправленно снимал, то есть на него навелся и его фотографировал, это, наверное, квинтет Стефана. Это пять галактик в такой, в группе. Они от нас удалены, чтобы не соврать, где-то 400-500 миллионов световых лет. Как-то так. То есть это самый удаленный объект, который я целенаправленно снимал, с учетом того, что вот эти случайно попавшие фоновые объекты мы в учет не берем. Вот так. Спасибо. И вопрос. Теперь ржат кукурузки. Видимо, брат спросил, теперь передавай микрофон. Например, вопрос кукурузки. Какой самый дальний объект люди сняли? Вообще самый дальний. Не зафиксировали по признакам, а именно фото. На каком расстоянии? Ну, насколько я помню, вот эти вот самые видимые рубежи Вселенной, которые говорят, там объекты, в основном как раз вот эти супердалекие галактики, там в основном уже в инфракрасном и радиодиапазоне, они действительно фиксировались напрямую. Вот тут я этот момент конкретно, вот сейчас конкретный объект не назову, но я точно могу сказать, что я видел непосредственно фотографию галактики, которая, по-моему, в 12 миллиардах световых лет. То есть это, насколько я помню, с телескопа VLT в Чили была получена фотография очень удаленной галактики, там она такая немножко специфическая галактика, там с ней не все так ясно, но вот, по-моему, 12 миллиардов световых лет непосредственно вот фотка. Да, небольшое такое пятнышко, грубо говоря, но тем не менее вот она напрямую зафиксирована. Вот, но она, насколько я знаю, и более дальняя тоже прямая фиксация была. Тоже получается, очень-очень молодая галактика, ну, для галактики. Да, и там вот как раз с ней непонятно то, что в той галактике, насколько я помню по статье, я ее год назад читал, сейчас могу уже немножечко подзабыть, в той галактике уже было, причем довольно резко прекратилось звездообразование. И вот это вызывало вопрос, почему на таких ранних сроках уже заканчивается звездообразование, причем довольно резко. Вот, название галактики я не назову, там очень-очень длинный каталожный номер, спустя год я его точно не вспомню. Вот, но телескоп системы VLT это фотографировал. Это я точно помню, что VLT снимал. Как раз вот с помощью системы адаптивной оптики удалось вот настолько далеко, прям с земли посмотреть. Спасибо большое. Сейчас дадим Дмитрию немножко отдохнуть и несколько объявлений выдадим. И еще раз скажу всем спасибо, кто смотрит нас в прямом эфире. Это очень здорово, и те, кто смотрит записи, тоже замечательно. Не забывайте о том, что поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий, это прям must-have, что называется, потому что это помогает развиваться нашим каналам. Это помогает развиваться научпопу как таковому. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну и, соответственно, поддержать данный конкретный стрим можно сразу тоже несколькими способами. Есть суперчат, есть ссылка, которая имеется в описании. Она же сейчас при помощи Георгия появится и в чате данной трансляции. Ну, вопрос, который вы таким образом задаете, мы в самую первую очередь и зачитываем. Ну, практически вы гарантируете, что вы попадете в эфир. Ну и, конечно же, можно поддерживать нас при помощи Патреона или спонсирования канала. Спасибо вам огромное за подобную поддержку, друзья. Напомню вам, дорогие друзья, тем, кто к нам недавно подключился, на самом деле мы забываем, что есть такие, кто подключается вдруг посередине, что вы смотрите постскриптум доклада Дмитрия Лебедева, астронома-любителя, астрофотографа. Доклад назывался «Зачем NASA фотошопят космос?» или «Как за 100 долларов нарисовать снимок Хаббла?» И был он на форуме «Ученые против мифов-14». А уже в конце следующей недели, в субботу и воскресенье, нас всех ждет форум «Ученые против мифов-15», на который я настоятельно рекомендую всем зарегистрироваться, чтобы хотя бы посмотреть прекрасную трансляцию, которую будет вести Виталик, под руководством Виталика, там с какого-то тоже астрономического количества камер, обвешанных астрономическим количеством проводов. А что мы еще... Астрономическое количество операторов на каждой человек по 5-6 битвиси. Да, а на следующей неделе стримов мы проводить не будем, поскольку подготовка к форуму отжирает вообще все возможные силы. Мы немножко боимся эпидемиологических мер, которые сейчас опять вводятся в Москве, как бы что ни вышло, но надеемся, что нас это не коснется. В четверг на канале «Антропогенез.ру» выйдет 14-й уже эпизод форума «Ученые против мифов-14». 14-14. На тему квантовой физики. Называется «Квантовая физика. Вопреки здравому смыслу». Спикер Вадим Радимин, кандидат в физико-математических наук, руководитель направления научно-образовательной квантовой криптографии, группы квантовых коммуникаций, российского квантового центра. То есть трижды квантовый человек, автор более 30 научных статей и так далее. Это, я вам скажу, доклад точно не для слабых умов, но поэтому попробуйте, попробуйте посмотреть. Я, честно говоря, мне было непросто вообще освоить этот материал, касающийся квантовой физики. А я же правильно понимаю, что это предпоследний материал с форума «Ученые против мифов-14». Это предпоследний эпизод, да, предпоследний эпизод форума «Ученые против мифов». У нас осталось только 15-й. Осталось его за северным, так что да. Остается странно, вообще их 14, а их было 16, что-то тут не то. Потому что два материала еще на канале «Лаборатория Нашних Видео», насколько ты помнишь. Ладно. Друзья, спасибо, что вы смотрите. И не забывайте, если вдруг вы по какой-то причине пропустили какой-либо из, то значит вы не подписаны на канал anthropogenes.ru, потому что там все лекции с форума обычно появляются. Ну что ж, тогда мы продолжаем. Я призываю всех, задавайте вопросы. Задавайте вопросы через суперчат с помощью специальной ссылки. И Дима сегодня успеет ответить на столько вопросов, насколько он успеет ответить. И мы переходим к следующему нашему вопросу, который задает Сергей Паршенов. «А можно вражеский спутник-шпион рассмотреть в деталях через телескоп?» Спрашивает Дима. Вот, кстати, про спутники-шпиона была интересная история не так давно, когда американский астроном-любитель сфотографировал американский же спутник-шпион. Но это было на тех стадиях, пока он выводился на орбиту. Еще, насколько я помню, не очень высоко был. То есть, ну там, не то, что прям вот он, прям серийный номер на нем сфоткал, но определенная там детализация, то есть уже не точка была. А вот там видно, что какие-то там солнечные панели вроде как есть. То есть вот эти спутники, они делаются обычно довольно маленькими. В принципе, большая часть спутников, они довольно маленькие. Это МКС у нас здоровенная, ее можно с Земли даже средний телескоп фоткать. Но, в принципе, если иметь, ну, насколько я помню, я сейчас могу, конечно, ошибаться, но вроде как в Советском Союзе были обсерватории для этого специальные, для отслеживания спутников, вражеских, конечно же. Ну, то есть, в общем-то, можно в теории, имея большой телескоп, и имея опытного рукастого астронома, получать фотографии не очень высоких и не самых маленьких спутников. Вот так. Ну, это сложная техника, но в принципе, в принципе, реализуемая. Ну, большую детализацию все равно вы вряд ли получите маркировками и прочими. И процессор вы не увидите, какой на нем установлен. Спасибо. То есть вот вряд ли получится увидеть, что, ага, вот этот спутник смотрит вот именно сюда. Такой, не смотри на меня, да, испугался. Ну, да, я сейчас, прочитав чат, увидел, что я назвал Димусь почему-то Лебедем, ну, не знаю, как произошло. Да, да. Какой-то... За что ты? Потом очередной раз убеждаюсь, что, кстати говоря, вот часто комментарии, комментаторы, которые смотрят наши, там, лекции наших докладчиков, часто докапываются до того, что они сказали там, вот он такое сказал. Потом докладчика спрашивает, говорит, да, я действительно такое сказал. Ну, то есть в устной речи люди могут ляпнуть совершенно не особо что-то неведомое и даже не знать об этом. Поэтому извините. Ну, вот, кстати говоря, я хотел бы поправиться. Я на сцене форума сказал, что у Геннадия Борисова двухметровый телескоп. У него не двухметровый телескоп, это вот как раз из той серии. Там полметровый, насколько я помню, у него телескоп. Я не знаю, почему я произнес слово двухметровый. Вот, вот как раз тот самый случай. Я внимательно переслушал свой доклад, и вот одну оговорку вот я нашел. А конспирологи потом... Теперь хитроф отпустят. Да. Поднимают. Вот как он мог перепутать размер телескопа? Кошмар. А раз перепутал, значит, что-то здесь не то. Значит, в остальном тоже везде ошибся. Оджер 101, наверное, так. Ой, Оджер или Ойер 101 спрашивает. Добрый день, когда найдем десятую планету? Ой, ну сейчас девятую вообще ищут, потому что известная история с Плутоном у нас есть. Скорее всего. А, ну после девятой, ну хорошо, давайте сначала найдем девятую, а потом уже поговорим насчет десятой. Вообще сейчас активно ведется поиск этой официально, так скажем, девятой планеты. Мнения насчет Плутона, конечно же, разнятся, но ладно, давайте мы сейчас в эту тему врываться не будем. Ведется поиск, есть даже проекты гражданской науки, в которых, так скажем, люди анализируют данные, ведут поиски, в том числе вот этой самой планеты ищут, ищут. Как найдем, так сразу же и откроем, как говорится. Когда это будет сделано, сказать сложно, потому что, ну тут уж ведется поиск. Это чуть-чуть посложнее, чем когда Клайд Томба искал Плутон. Спасибо. Пирожок с ковидлом, как всегда, с нами в очередной раз. Подумалось, мы нашли межзвездную комету и межзвездный астероид. А методики поиска межзвездных планет есть? Не хочется ждать, пока такая войдет в нашу систему. Конкретно тут поиска именно межзвездных объектов, методики нет. Мы можем открыть какой-то объект и, ну, за относительно короткий срок установить, откуда прилетел. То есть, такой объект, он прилетит, он может прилететь вообще из любой части неба, откуда мы не ждем. То есть, кометы, обычные наши кометы, местные, так скажем, их чаще всего открывают, когда смотрят вдоль эклиптики или просто около Солнца, когда смотрят. Не исключено, что какая-нибудь межзвездная комета может сверху на нас прилететь со стороны, там, северного полюса нашего. То есть, они могут вот совершенно внезапных траекторий к нам ворваться, но это, в общем-то, и к долгопериодическим кометам нашей Солнечной системы тоже относится. Так что, конкретного метода для поиска именно межзвездных объектов нет. Нет, но открытые объекты мы довольно быстро сможем установить их в межзвездность. Спасибо. Так, Дэн Астрономии спрашивает. Привет всем, говорит, и спрашивает. Дмитрий, подсобите, какие телескопы могут видеть галактики так же, как и Хаббл? Просто я новичок в этом деле. Так же, как и Хаббл, но нужно... Грубо говоря, нужен телескоп диаметром 2,4 метра, который находится на низкой орбите, чтобы видеть так же, как и Хаббл. Желательно, чтобы Ричи Кретиена оптическая схема была. Ну, что я тебе могу сказать? Моземная оптика за эти 31 год, который Хаббл там болтается, она, конечно же, вперед продвинулась, появилась. То есть, активная и адаптивная оптика, и, как я уже ранее сегодня сказал, с современными топовыми научными телескопами уже можно видеть лучше, чем Хаббл с Земли. Но это сложная методика, она работает не в абсолютно всех объектах наблюдаемых, но, в принципе, потихонечку мы развиваемся. Мы, в принципе, человечество, я имею в виду. Мы, как любители, нам пока что до Хаббла далеко в любом случае, потому что нам для любителей систему адаптивной оптики поставить пока что... Такую полноценную адаптивку мы пока не можем себе поставить, тут по очень многим факторам. Мы можем такую... половиночку такой адаптивки себе сделать, простенькую, но это так себе. Так что любителям до Хаббла пока очень далеко. Вот так. Спасибо. И следующий вопрос от Семена Яковлева. Какие объекты можно разглядеть в телескоп с диаметром линзы 70 мм? Простой, понятный вопрос. Да, очень простой вопрос. Из города даже можно будет рассмотреть Луну и планеты Солнечной системы, но если отправиться в небо, к небу потемнее, то, скорее всего, большая часть так называемого, которого я сегодня уже упоминал, так называемого каталога Месье. Это 110 объектов дальнего космоса, это достаточно яркие объекты, и Шарль Месье их открывал в небольшой телескоп, который по диаметру, по-моему, даже меньше 70 мм был. Так что вот, посмотрите, что такое каталог Месье. И под хорошим небом ваш телескоп, большую часть объектов из этого каталога можно будет заметить. То есть не рассмотреть там во всех деталях, там спиральная рукова галактик, определить факт наличия, так скажем. То есть заметить, что вот да, этот объект там присутствует. Спасибо. И вопрос от Антона Коваленко. Из всех глупостей и заблуждений, которые тебе приходится слышать в связи с твоим увлечением, что тебя больше всего задолбало? Замечательный вопрос, прекрасный. Два момента я назову. Во-первых, я когда публикую какую-нибудь фотографию Луны или планеты Солнечной системы, такой вечный вопрос, где звезды на фоне? Каждый раз приходится объяснять, что вот эти объекты снимаются с короткими выдержками, звезды на фоне при этом не проявляются. Но да, это часто. Особенно сейчас, когда появилась мода на эти коллажи с Луной на фоне, которые звезды видны. Ну и второе, я на форуме об этом говорил, это классическое, это все фотошоп. Вот, то есть теперь, к счастью, есть запись моего выступления на форуме, в котором я вот эти все моменты про фотошоп довольно подробно расписал. И теперь, когда я вижу подобную дичь в комментариях, я просто кидаю запись своего выступления и могу вообще ничего не объяснять уже. Так что теперь, наверное, осталось только про где звезды на фоне сделать видео. И вообще можно проблем не знать. Такое видео должно быть у каждого автора YouTube-канала про астрономию, наверное, про звезды на фоне. У меня особенно, потому что я же вот это все снимаю, мне же надо, типа, объяснять людям. Да, и что до сих пор нету, я удивлен. Сорян. Так, заводчик милых щеночков, наверное, так? Их держатель, да, owner. Так, может ли быть телесообразным космическое пиратство? Есть ли смысл отправить команду, чтобы угнать спутник или кто-то вроде того? Какие остросюжетные сюжеты пошли. Ну, украсть вряд ли, потому что он же с земли контролируется все-таки. Вывести из строя? Да, можно. То есть, в принципе, ну, грубо говоря, условно можно там на каком-нибудь шаттле подлететь, высунуться там за борт, ногой его пнуть, чтобы он там с орбиты со своей соскочил. Ну, прям вот взять под контроль, ну, это, наверное, что-то управляемое, типа, вот, орбитальных станций, в которых люди. Ну, я не знаю, насколько это целесообразно. Но пока у нас космический туризм не так сильно развит, до этого у нас пока что далеко. Но идея определенно интересная. Про шаттлы как раз и я не знаю, насколько это достоверная информация, что он должен был подплывать, рукой хватать спутник, себя затаскивать и на землю все. Вражеский спутник. Его же вроде типа... Механическая рука. Специально поэтому у него такой размер и есть, чтобы эти спутники в себя советские засовывать. Я тоже что-то такое слышал. Но надо бы проверить эту историю, если это вообще возможно, проверить такую историю. Это надо Антона Первушина спрашивать при случае. Это уже не пиратство, это уже воровство. Хулиганер, да. Разбойник. Евгений Гусев пишет. Так, приводы часовой оси для EQ2 и EQ2-3 разные? Да, разные. Что такое, Дима, объясни, пожалуйста. А у нас будет позже вопрос про введение. И я... Мы можем просто до него не дойти, потому что вопросов очень много. А, ну хорошо. Там просто в комментариях под выступлением был такой вопрос. Но, короче говоря, это та штука, которая делает вот так. То есть, которая поворачивает телескоп вслед за звездами. Это называется мотор. И почти у всех монтировок, это именно монтировка, это не штатив, это называется монтировка. Они почти у всех разные. Так что да, ответ на вопрос... Да, разные. Спасибо. Спасибо. Так, Иван. А, ты, Гош, да? Давай. Ну да, ну хорошо. Коробков Иван поддерживает стрим. Спасибо вам, Иван. И спрашивает. Наблюдаются ли проявления шлирин-эффектов в средах туманности в случае затмения источника света за ними? Вот так. Вот это... Да. Такой вопрос я не раскапывал. Поэтому и конкретно не задавался целью обнаружить такой эффект. Поэтому тут ответ будет с моей точки однозначный. Не знаю. И не заморачивался на вот этой теме. Поэтому тут ничего вам сказать не смогу. И дальше Максим Песцов тоже поддерживает стрим и спрашивает. Огромное спасибо Дмитрию за ответы. Хотя он позиционируется как страном, любитель. Но многие ответы на сложные вопросы сходятся с такими мэтрами, как Сергей Попов или Владимир Сурдин. То есть это был не вопрос, а это был такой комплимент. Давай сидим, подслушивай. Сурди нас попал. И потом, Павта, пересказываешь. Я скажу больше. Я его еще иногда даже почитываю. Ну да. Илья Владимирович спрашивает. А как происходит процедура проверки фотографий? Смотря проверки на что? Видимо, возможно, проверки на достоверность о том, что я ранее сегодня говорил. Вот тут, кстати говоря, не знаю, лично я, я не какой-нибудь сотрудник лаборатории по анализу изображений. Возможно, у них есть прям такие целые специальные алгоритмы, которые точно такой раз прогнал изображение. Ага, вот здесь вот подлог. Я просто так очень увеличиваю изображение и внимательно смотрю на контуры интересующего меня объекта. И по, так скажем, то есть если какой-то объект был вклеен в фотографию, то его контуры будут выдавать. Вот, чаще всего. Ну, когда это любительскими средствами вклеивается, тут достаточно легко по контрам. Ну, то есть всякие там уголки плохо подрезаны, там шакалы где-то. То есть бывает такое, что объект по детализации явно отличается от того, что должно было там быть. То есть, допустим, вся фотография четкая, а объект мыльный. Или вся фотография тоже четкая, а объект шакальный. То есть, ну, шакальный, пережатый. Вот, то есть я вот по таким критериям оцениваю. Ну, возможно, у профессионалов есть какой-то прям такой научный подход. Мне в данном случае помогает именно смотреть, насколько объект уместен, так скажем, на изображении. И очень часто тут можно определить достаточно быстро. Ну, и в любом случае помогает, если мы говорим о каких-то коллажах астрономических, тут еще помогает, как я на форуме говорил, астрономическое знание. Вот один довольно свежий случай, когда в одном конкурсе, не буду говорить каком, в финал вышла фотография, в которой пейзаж с вклеенной в него луной. Такая пустыня, красивая, вечерняя, и луна над горизонтом. И прикол там в том, что дюны пустынные с одной стороны освещены солнцем, а луна на небе с другой стороны освещена солнцем. То есть уже видно, что подлог. То есть это либо какой-нибудь коллаж, что он в разное время в разном месте снимал эту луну, и потом ее вклеил в фотографии, либо он вообще в гугле взял фотку луны и всунул ее себе с ним. Вот так. То есть уже логика говорит о том, что один объект с одной стороны освещен, другой объект с другой. Уже явно тут что-то не то. Спасибо. Спасибо. А вот Лида Д интересует. А Венеру собирается изучать? А то все новости про Марс. Ну да, есть сейчас даже отечественная программа Венера-Д. Есть у НАСА две планируются. Это DaVinci Plus и... Не помню еще название. Тоже там орбитальный аппарат. А у DaVinci Plus, насколько я помню, там прям с посадочным зондом будет. Вот. То есть да, и собираются изучать. Тем более вот это недавнее открытие, так скажем, фосфина в атмосфере Венеры. Что вроде как маркер жизни может быть. Тут очень много слов может быть в этих предложениях, касающихся фосфина. Поэтому это все надо проверять. А чтобы прям круто по-пацански подтвердить, это надо прям туда по-хорошему лететь. Вот. Так что да, планируются миссии. Спасибо. Спасибо. Немножко творчества от Александра М. Мимо всех обсерваторий я без шуток не хожу. То звезду при фотошопе, то не беру, покажу. Спасибо вам, Александр. Вы прекрасны. Так. Стол Лениных Ярт. Наверное так. Почему все игнорируют явные признаки подводных съемок на видео с космонавтами? Вы сами серьезно верите, что они действительно там снимают? А какие подводные съемки там? Рыба проплыла какая-то где-то? Не знаю. Или что? Пузырьки, наверное. Пузырьки поднимают. Ну, пузырьки кислорода, да, да. Ну да, как говорится, confirmed. Вот, ушел. Отшутился, ответить нечего. Значит, стимус. Так и будет написано, поэтому, да. Так, Артесла пишет. Я сам под водой снимаю. Я сейчас сам под водой сижу, да. Видите, вот синее все сзади. Да и картинка тоже, как будто бы из-под воды сейчас. Как-то да, плывет, плывет иногда. Как правило, шакальная, в общем, да. Так. Это чтобы жабры вскрыть. Точно, точно. Да. Продолжим. Артесла пишет. А гравитационное линзирование доступно наблюдению на любительском оборудовании? Спасибо. В смысле, доступно? Да. Ну как, если мы говорим о том проекте солнечного телескопа с гравитационной линзой, то это недоступно, потому что, как я сказал, очень далеко лететь надо. Но любители могут снимать эффекты гравитационного линзирования. Даже отечественные наши снимали. То есть вот этот знаменитый объект, который в форме смайлика. Многие видели эту фотографию. Я на нашем, по-моему, отечественном форуме видел любительскую фотографию этого объекта. То есть оно намного меньшего масштаба. Но если развернуть фотографию, приблизить, то виден вот этот самый смайлер. То есть да, любители могут, если иметь хороший любительский телескоп, достаточно большой, и уметь снимать, то есть как бы опытный астроном-любитель может такой эффект снять. Это правда. Спасибо. 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 И вопрос от Антона Коваленко, который поддерживает стрим и спрашивает. Ведешь ли ты каталог фотографий, который может позволить сравнить снимки одних и тех же областей неба в разное время, и, может быть, даже что-то открыть? В любом случае, как именно ты ведешь каталог? Как ты его ведешь, свой каталог? Очень хороший вопрос, кстати, да, по теме. Я в данный период времени каких-то систематических наблюдений за определенными участками неба не веду. То есть пока что на данном этапе моей жизни я снимаю просто в свое удовольствие те объекты, которые мне было бы интересно поснимать. Я, возможно, когда-нибудь заморочусь, действительно, буду снимать одни и те же участки в течение какого-то времени и искать на них астероиды. Кометы мне из моего, так скажем, двора открывать не получится, потому что у меня городская застройка. А вот астероиды, да, в принципе, можно будет поискать. Но просто сейчас надо в данном этапе у меня, так скажем, вот эта вечная астрономолюбительская болезнь, называется апертурная лихорадка, когда ты постоянно прокачиваешь свой телескоп, постоянно что-то к нему докупаешь, как-то его улучшаешь. И получается так, что снимок, грубо говоря, годичной давности будет, и снимок, который я сегодня получаю, он уже будет сильно отличаться по качеству. Поэтому при выполнении какой-то научной задачи их сложно будет вместе сопоставлять и сравнивать на них данные. То есть поэтому я не веду какой-то такой каталогизации, но когда-нибудь, возможно, этим займусь. Это очень хороший вопрос. Спасибо. Спасибо. Сергей Паршенов задает очередной, даже не второй сегодня вопрос, как мне кажется. А глазной телескоп только видимый спектр видит. Глазной в кавычках. Но глазной глаз видимый спектр видит. А телескоп, через который вы смотрите глазами, он пропускает ультрафиолет, он пропускает инфракрасное излучение. И это можно фиксировать на фотоприемнике. То есть есть некоторые оптические схемы, которые плохо пропускают ультрафиолет, но как бы тут ограничения, опять же, в ваших глазах, а не в оптике. Так что, наверное, таков будет ответ на этот вопрос. Через обычный любительский оптический телескоп можно ультрафиолет, можно инфракрасный диапазон снимать. Ближний инфракрасный диапазон. Спасибо. Иван Крабков. Также с поддержкой, спасибо. Извечная борьба, диафрагма против выдержки и то, и другое искажает результат. Как делается выбор в случае со съемками космоса? Ну, это конкретно относится к тем, кто просто на зеркалку с объективом снимает. Здесь, в данном случае, диафрагма одна. То есть она заданная телескопом. То есть, если говорить терминами фотографов, диафрагма здесь 5. Ровно 5. Тут можно сделать ровно 10, можно сделать ровно 15. Ну, то есть она без полутонов, она тут не регулируется вот таким вот ползунком каким-то. Вот. Здесь, в случае с телескопом, тут уже только выдержка будет решать. Ну, или брать вообще другой телескоп, у которого вот эта самая диафрагма. Хотя тут правильнее будет говорить светосила, а если говорить совсем правильно, говорить относительное отверстие. У которого это относительное отверстие будет, типа, больше. Вот. Тогда он света больше будет собирать. Вот так. То есть тут, имея один телескоп, в наших силах поднимать, ну, уже играть только выдержкой. А если говорить о случае все-таки, как изначально вопрос поставлен с фотиками, с объективами. Ну, чем лучше стекло, тем, как говорится, шире можно открыть дырочку. То есть, чем сильнее можно раскрыть диафрагму. И тут, так скажем, уже борьба за хорошее стекло будет. Тогда можно действительно очень открытую диафрагму поставить и выдержку поменьше. Вот. Я бы, будучи пейзажистом, стремился бы именно к этому. Качественно стекло с большой диафрагмой. Ну, с светосилой. Спасибо. Сергей Поршенов продолжает и задает следующий вопрос. А можно ли с использованием телескопа сделать селфи на фоне звезд? Ну, вот так вот, грубо говоря, вот так вот не получится. Потому что, ну, вы вот в таком положении, вы никак не наведете на себе резкость. Но я могу сделать селфи. Я могу вот так вот телескоп вдоль горизонта поставить. И уйти на километр от него. Где-нибудь там на горе, на холме. И там я приблизительно буду в фокусе на фоне звезд. Вот так я могу. Только мне нужно будет с собой ноутбук, чтобы удаленно это сделать. Ну, или какой-нибудь помощник, который скажет. Ага, все, я тебя нашел в поле зрения телескопа. Стой и не двигайся. Так что вот, наверное, как-то так. Просто тут же фокусные расстояния очень большие. И у них вот точка фокусировки, она, ну, вот как глубина резкости. Она тут будет очень высокая. То есть я могу вот так сделать во время съемки. Вот руку поставить перед объективом. И изображение не пропадет. То есть там не будет такой ладони на фотографии. Там будет просто уменьшение яркости. То есть рука в полном расфокусе будет. То есть она настолько будет размытая, что практически прозрачная будет. Вы саму руку не увидите. Вы просто увидите, что изображение намного темнее стало. Вот так это работает. Спасибо. Поэтому, кстати говоря, вот эта вот штучка в телескопе, вот этот вот кругляшок и четыре лучика, которые его держат, они в расфокусе, они пропадают. Но они сказываются на количестве света, которое получает телескоп. Вот. Спасибо. Спасибо, друзья. Проще. Ну, в смысле, не у тебя вполне себе такой приличного размера телескоп. А если похуже, с фокусным состоянием поменьше, тогда можно? Там, знаешь, я самый-самый короткофокусный телескоп, который видел, это 300 миллиметров фокусное расстояние. Это самый короткий. То есть даже вот этот небольшой, у него 650. На 300 миллиметров все равно придется довольно далеко отойти от объектива. Так что... Спасибо. Обращаю внимание, друзья, что когда вы задаете вопрос с помощью ссылки, которую мои быстрые пальцы периодически успевают закинуть в чат, то этот вопрос читают вне очереди, либо если вы его задаете с помощью суперчата. Кроме того, вы поддерживаете наши стримы и позволяете их нам делать больше, чаще, лучше. Спасибо. Да, Илья Владимирович, который задает всегда очень много вопросов, спрашивает, а что будет с галактикой, когда Солнце погаснет или станет красным гигантом? Наверное, имелось в виду с Солнечной системой, а не с галактикой. Ну что я могу сказать, когда... С галактикой ничего, да, ответ? Практически ничего. Да, да. С нашей планетной системой, ну, ничего хорошего, конечно, не будет. На стадии сбрасывания оболочки уже нам будет плоховато здесь. То есть еще до того, как планета станет, звезда станет красным гигантом, тут уже ничего не останется, потому что будет очень нестабильная звезда, она начнет понемножечку пульсировать, с нее начнет сбрасываться ее внешняя оболочка. И если что-то и будет еще жить, то это просто стерилизовано будет во всей планетной системе. Вот. Потом, когда звезда начнет разрастаться, она, насколько я точных цифр не помню, но, по-моему, она либо до Юпитера, либо до Сатурна все поглотить должна, все планеты, если их не сдует мощными вот этими выбросами от звезды. Вот. Так что, ну, вряд ли что-то будет хорошее, но к тому моменту здесь уже никого не будет вообще во всей Солнечной системе. Это только было желудно. Спасибо. И следующий вопрос. Да, Гош. Задает его Джонни из города Н, и звучит он... А есть опыт ручной сборки телескопов? Я в шаге от того, чтобы вот этим заняться, потому что просто интересно. Но вообще, вот в Союзе пионеры часто их учили полировать линзы, полировать зеркала, а сейчас уже этому никого не учат, сейчас этим знанием владеют либо вот кто с Советского Союза, такие ребята, либо кто просто из пражного интереса этим увлекся. У меня нет, но я как-нибудь хочу этим заняться, я хочу именно сделать реконструкции схемы Галилея и реконструкцию телескопа Ньютона, вот того самого первого рефлектора, просто вот потому что прикольно. В каких-то наблюдательных целях я их использовать не буду, потому что и это, и то, что я показывал, и вон там телескопы, вон тот, они намного лучше по качеству зеркала, потому что там все-таки на заводе полируется, это намного лучше, чем я буду полировать руками. Ты просто в себя не веришь. Так. Я себя знаю просто. Владимир Гринько спрашивает, а ждете взрыва Бетельгейти? Как часто именно ее снимаете? Саму Бетельгейти непосредственно я уже очень давно не снимал, потому что она звезда и звезда, как бы ничего такого. Лично я вообще не испытываю никаких чувств и переживаний по поводу взрыва Бетельгейти, потому что, ну, от чего страдать? Ну, когда бахнет, тогда и бахнет. Тогда и будем наблюдать вот такое крутое зрелище. Вот. Я не знаю, что вот я его жду, то есть как бы в принципе вообще не заморачиваюсь на этом вопросе, но когда бахнет, я буду один из первых, кто побежит ее снимать. То есть это, конечно, очень интересное событие, и это круто будет посмотреть на такое. Но по поводу того, когда же, когда это случится, я, может, этого и не увижу за свою жизнь. Вот. Так что что переживать? Спасибо. Главное, чтобы я при своей жизни не увидел, как солнце бахнет. Остальное, в принципе... Хотя здоровье тебе и долголетие, но вероятности прям немного. Да. Да даже не хотелось бы видеть, как там, я не знаю, соседний гараж там бахнул. Бахнет. Через телескоп-то можно, в принципе, если он не сильно соседний. Ладно. Так, Арс Тесла задает следующий вопрос. Дима, когда у Маска докажешь вывести свой телескоп на орбиту? Я однажды, наверное, у него не закажу. Я у него потребую, чтобы он вывел мою телескоп, потому что он своими старинками рано или поздно, скорее всего, все небо забьет. Так что я буду ему писать письмо. И Илон, давай, что ты как это... Как не свой пацан, давай, вывести, пожалуйста. Ну, да, шутки шутками. Сломал нам все, вот давай теперь. Да. На хулиганил, разбирайся. И Владимир Гринько в очередной раз всегда интересовал вопрос. Первый. Почему все запуски спутников вдоль плоскости эклиптики? Почему нельзя запустить спутник над, под плоскостью и обрезать всю систему? Второй. Облако Аорта. Это шар? Облако Аорта, да, это сфера. То есть она не в эклиптике, она вот именно со всех сторон, да, объемный объект. Ее часто рисуют для понимания в виде такого диска, но вообще это и вот именно сферичное облако, как предполагается. Насчет запусков спутников, тут я ничего не скажу, тут вам нужен специалист по космонавтике, я космонавтикой не интересуюсь вообще, то есть это совсем не моя тема, мне она вот правда даже не интересна. вот, я астрономией интересуюсь, а космонавтика это не мой профиль. Можно у Виталия Егорова или Антона Громба спросить, они как раз этим занимаются. Да, да. Мы вернее даже Антон, он прям практически этим занимается. Он прям непосредственно этим занимается, да. Вопрос от Отжер 101, и я его даже немножко уточню, как мне кажется. Какова вероятность обнаружения разумной жизни с более развитыми технологиями? А я добавлю, сколько все-таки наш стрим посвящен космофотографии, с помощью космофотографии. Ну, отвечая на оригинальные вопросы и его контекст, мне так кажется, что раньше они нас найдут с более развитыми технологиями. Вот, а не мы их. Вот, если они не захотят, то мы их и не найдем. А насчет любительской фотографии, ну, не знаю, когда на лунных базах свет наконец-то включат, тогда ее обнаружим, наверное. Ну, то есть, если серьезно, конечно, любительскими средствами жизнь на какой-нибудь там далекой экзопланете увидеть не получится и обнаружить ее. То есть, если тут внезапно произойдет какое-то событие, которое будет однозначно подтверждать наличие разумной жизни за пределами Земли, и это будет доступными любительными средствами зафиксировано, мы это увидим. Но это, опять же, если такое событие тут произойдет. А так, вряд ли мы... Вот, будет такой заголок, что любитель снимал-снимал какую-то звезду и жизнь на ней нашел. Такое вряд ли получится. Прям по звезде шло. Да, прям... Да, да. Не, ну, Чудина уже читал на солнце текст. Это вот вспоминается вот этот мемчик, где... Да, да. Или вспомнить вот этот мем, в котором сфотографировали ведро, в этом ведре рак, и выглядело это, как будто гигантский рак ползет по Луне. То есть вот такое что-то. Так, продолжим. Юлия Ка. Следующий вопрос задает. Скажите, пожалуйста, можно ли без повреждений снять спутник с орбиты? Ну, наверное, опять же, это вопрос к тем, кто по космонавтике занимается. Ну, полагаю, да, можно... Ну, снять. Если мы имеем в виду вот технологии типа шаттла, у которых есть манипуляторы, ну, просто же вот были экспедиции на Хаббл, когда его чинили. То есть люди на шаттле прилетели, там, прицепились к этому Хабблу и чинили его, ставили там коррекционные пластины, ставили новые детекторы. То есть, ну, при необходимости они, по идее, могли его с собой забрать. Не ломая, не сбрасывая в атмосферу. То есть, ну, как бы, технически такая возможность есть, но зачем? Ну, это уже другой вопрос. Как говорит Каневский, это уже совсем другая история. Это пропиратство, опять же, видимо. Да, наверное. Так, продолжим. Сергей Паршенов, и спасибо за такое большое количество интересных вопросов. А можно как-то испортить телескоп космическим излучением, если неудачно его направить? На Солнце можно направить. Можно, так скажем... Ну, нормальный телескоп, он от Солнца сильно не пострадает. Пострадает тот, кто посмотрит через этот телескоп. Или камера, которая в этот момент будет в телескопе стоять. Но есть телескоп такой, прям сильно, не очень, и большинство фрагментов внутри, там, ну, внутри вот всей вот этой оптической схемы. А если они будут пластиковые, то они поплавятся. А так, от звездного неба ничего телескопу вообще не будет. То есть, ни ультрафиолет там, ни инфракрасный, ничего такое его... Если вот астероид прилетит в телескоп, то да, приятного мало. Ну, это, опять же, все в формате шуток, а так нет. Обычное там излучение от звезд, оно ничего ни человеку, ни телескопу не сделает. Солнце, да, Солнце может. Хомо Сапиенс неандерталенсис спрашивает. Лично меня интересует вопрос, почему фотографии из первых марсоходов были с уклоном в красный, а вот фотки 2021 года с новым марсоходом выглядят несколько иначе? Ходили байки, что NASA фотки фотошопит зачем-то. Ну, если смотреть о первых таких марсоходах, вот я смотрел фотографии Соджорнер миссии, вот, и там разные достаточно были фотки, и далеко не все они такие были с уклоном в красный. Там же у таких современных вообще миссий у них есть такой прибор для калибровки цвета. Такая полосочка и на ней разноцветные квадратики. И это нужно для того, чтобы откалибровать цвета на изображении. То есть, грубо говоря, человек, который потом эти изображения обрабатывает, вот он сидит, у него рядом стоит точно такая же полоска, и он обрабатывает изображение так, чтобы на вот этих калибровочных кадрах добиться точно такого же вида этих цветных квадратиков. И получаются потом те цвета, которые по идее максимально близкие к тому, что увидел бы человеческий глаз. Такие штучки были и у миссии Аполлон, такие штучки, насколько я знаю, они есть на марсоходах, то есть там небольшая такая панель калибровочная присутствует. И современные фотографии, они вот как раз максимально приближены к тому, что должен увидеть глаз человеческий. Насколько я помню, даже в советских Венерах была такая полосочка, чтобы тоже максимально реальные цвета получить. Возможно, некоторые фотографии, старые фотографии, не очень аккуратно обрабатывались, то есть там не калибровался вот такой цвет, а возможно, обработчик халатно себя вел. Сейчас можно сказать, что вот эти цвета, которые сейчас присылаются марсоходами, они уже прошли, так скажем, проверку на достоверность, и именно такие цвета человеческий глаз там бы и увидел. Спасибо. Спасибо. Вопрос от Константина Каменского. Инфракрасный фильтр обязательно выдирать? А как лучше его выдрать, не убив камеру? Да, я поясню, в любом зеркальном фотоаппарате, ну, грубо говоря, если мы стушки объектив снимем, в любом зеркальном фотоаппарате вон там внутри стоит стеклышко одно. Это стеклышко предназначено для того, чтобы вырезать весь инфракрасный диапазон. И это не для того, чтобы скрывать от населения, а для того, чтобы камера давала баланс цвета максимально близкий к тому, что видит наш глаз. То есть матрица у камеры, она чувствительна к инфракрасному диапазону, но чтобы он не ломался цвет, ставят этот фильтр и он максимально близок к тому, что мы видим. Но есть проблема. Вот эти вот туманности, которые мы фотографируем через телескоп, та часть, вот, которая горел, вот этот ионизированный водород, который красного цвета, они на самой границе ближнего инфракрасного диапазона и чувствительность глаза в этой части спектра почти нулевая, там меньше 10%. То же самое получается и у камеры, она эту часть не видит и она не может зафиксировать вот эти вот красные облака газа. Поэтому это стеклышко астрофотографы хирургически удаляют из зеркалки. И тогда зеркалка, так скажем, проразревает в инфракрасном диапазоне и может фиксировать вот эти облака газа. и так почти каждую камеру, которую для астросъемки, ее нужно вот так модифицировать, хотя это удаление просто детали. Как это делать, не повредив камеру, но как минимум аккуратно, а вообще тут лучше внимательно смотреть инструкции. Есть очень много всяких видеоинструкций, видеотуториалов, в которых прямо вот показано, где какой болтик открутить, где что снять, где что вытащить и просто точно следуйте действиям на экране. Я сам не переделывал, я недостаточно доверяю ровности своих рук, чтобы самолично лезть внутрь матрицы. Мне специалист переделывал, я как бы не рискнул лезть, потому что действительно есть шанс того, что ты зеркалку потом не соберешь обратно. Спасибо. Так, Mike Rebelskan пишет «С крылька ZI гарантированно уничтожает планету». ZI Это что такое? ZI 3I может быть. ZI 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 Нет? Вряд ли. Mike, напишите, что вы имеете в виду. Звездных империй может быть. Может быть. Да. Зеленых игуан. Да, наверное. Ну, то есть... Я, если честно, такой термин, такой аббревиатуры тоже в нашем лексиконе нет, поэтому я тоже не знаю, что это значит. Ну, и раз речь идет об уничтожении планеты, то вряд ли это терминология из раздела астрофотографии. Так что... Мало ли. Так, ну, хорошо. Антон Кваленко спрашивает, а как ты сам делаешь цветокоррекцию? Вот это хороший вопрос, на самом деле. Я стараюсь цветокоррекцию делать, по крайней мере, учился я по снимкам таким, более качественным. Вот. То есть, всякие профессионалы, там, крутые фотографы снимают, и типа круто получается. Я хочу сделать так же. Вот. Начинал, учился я именно так. Но сейчас, когда я работаю с какой-нибудь туманностью, например, я вот знаю, что ионизированный водород, ну, в ней вот ионизированный водород. Я смотрю, где на спектре вот эта самая полоса пропускания, в которой этот ионизированный водород. И, естественно, на спектре можно увидеть, какого она цвета. Вот. То есть, и под вот это уже подстраиваю, чтобы водород мой, на моей фотографии был такой, какой вот он, длине волны, какой он соответствует. То есть, сейчас я уже стараюсь под спектр подстраиваться. Но это вот прям по-хорошему вот так делать. Ну, в общем-то, к этому я стремлюсь прийти полностью. Вот. Ну, а так, часто я бывает, если это речь идет о планетах Солнечной системы, то я стараюсь обрабатывать так, как видит человеческий глаз. Возможно, в некоторых ситуациях нивелировать эффекты от нашей атмосферы. То есть, допустим, когда ты планету очень низко над горизонтом снимаешь, она кажется желтой. Вот этот желтый цвет я стараюсь, так скажем, ну, не калибровать, а просто отсекать его при обработке. Тут много очень разных. Ты изначально берешь какую-то фотографию готовую, и потом сравниваешь ее с тем, что ты получил, и пытаешься скорректировать. Ну, на первом этапе. Правильно я понимаю, да? Да. Учиться лучше всего именно так. Но тут уже как бы зависит от того, как наводил баланс цвета именно автор той фотографии. То есть, он может сам там нафантазировал, а ты за ним повторяешь. Вот. Так что тут учиться практиковать, там разные там цветокоры, грубо говоря, делать. То есть, как бы, да, цвета, они могут немного отличаться на фотографиях. Тут уже в рамках обработки, насколько автор фантазировал при обработке. Вот так скажем. Потому что можно так накрутить, что... Ух! Спасибо. Спасибо. И вопрос от обычного обывателя, которого волнуют глобальные вопросы. Бесконечна ли вселенная? В чем смысл жизни? Нет, тут нет. И возможно ли теорема бесконечных обезьян? Возможно ли теорема бесконечных обезьян? Я думаю, что теорема возможна. Ну ладно. Извини, извини, Дим, но ты, наверное, я перебил. Но бесконечна ли вселенная человечества ищет ответ на этот вопрос? Я ну, как бы, я не сторонник того, чтобы строить какие-то свои гипотезы, свои фантазии какие-то придумывать. Ну как будет ответ? Бесконечна она или нет? Вот так, наверное, стоит уже и мне по этому поводу начать высказываться. Пока мы точно сказать не можем, говорить об этом сложно. Особенно вот таким людям, как я. Так что насчет теоремы бесконечных обезьян я как бы тоже ничего не скажу. Что это вообще за теорема такая бесконечная обезьяна? Если честно, я не знаю. Я думаю, я просто, судя по постановке вопроса, возможно ли теорема, то есть не решение теоремы, а именно возможно ли теорема. Теорема возможно ли? формально. сказал кандидат измотновок, да? Окей. Мы не знаем, что за теорема, но можем предположить, что она возможна. То есть бесконечная правда, значит, есть куча копий нашей планеты, где-то сейчас происходит событие, вот это все. Ага, да-да-да-да. Или обезьяны печатающие, или войной мир сидящие. Кстати, на вот эту тему у Андрея выходил ролик, типа, насколько далека ваша точная копия должна быть. Что-то такое он... Были какие-то исследования по этому поводу, там даже расчет был, насколько далеко будет вот ваша копия. Там цифры какие-то чудовищные. Кстати говоря, тут в чате подсказывают, что такое ZI. Подсказывают, что такое ZI. Дима, приготовься. Звездный разрушитель класс император. Да. Сколько нужно разрушить класс император? Я так понимаю, да, я так понимаю, это что-то из Звездных войн. Я так как фанатом не являюсь, мне вообще сложно сказать, но, наверное, много, чтобы планету уничтожить. Надо приличное таких штучек. Что-то они прям там сильно стреляли. Спасибо. Звезда смерти нужна одна. Да. Насколько мы знаем, мы точно знаем. Собственно, ради этого Звезда смерти была создана, чтобы уничтожать планету. Так, ладно, Семен Яковлев, извиняюсь за такой любительский вопрос, но извольте ответить, как увидит телескоп такие тусклые объекты относительно луны, как звезды и туманности? Ну, звезды, они в телескоп видны, и так, они видны, в общем-то, вид у них точно такой же, как вы видите невооруженным глазом на небе, но вы просто больше звезд видите, то есть точки, светящиеся точки равной яркости. Тут большой телескоп не нужен, и каких-то секретов в этом нет, просто нужен более-менее светосильный телескоп, ну, в принципе, через любые звезды видно. А туманности, ну, да, желательно темное небо, желательно светосильный телескоп, тогда вы эти объекты сможете увидеть или хотя бы, ну, как говорят у нас, определить факт наличия, то есть вот какое-то мутное пятно здесь есть, но вот это мутное пятно на самом деле туманность, если ее там сфотографировать с большой выдержкой, уже видно вот эти все. Так просто, ну, грубо говоря, правильно настраивайте телескоп и смотрите, вы увидите. Спасибо. И дальше... Кстати, вот есть еще методика, я знаю, несколько любителей рассказывали о том, как они использовали прибор ночного видения, то есть надевали на глаза и через телескоп смотрели. Это, конечно, уже граничит с некоторыми формами извращения, мне кажется, но вроде там это какое-то давало, давало какие-то плюсы к тому, что они могли видеть. Но, естественно, там оно же в искаженных цветах все это показывается. В зеленых, насколько я знаю. Спасибо. Так, следующий вопрос задает Борис Тоня. Вопрос про любителей. А сколько потенциальных будущих ученых рождают блогеры-любители космоса с Ютуба? Классный вопрос. Это, вот у меня есть свежайший пример, буквально вот на днях. написал мне подписчик мой, Виталий Ефремов его зовут. Я вот, я у себя даже пост соответствующий писал. Я год назад, когда начались все вот эти ковидные дела и локдауна, когда надо было сидеть дома, я выпустил ролик, в котором рассказывал о проектах гражданской науки. То есть Citizen Science и сайт Zuniverse есть такой замечательный, в котором прям сконцентрированы эти проекты гражданской науки, в том числе астрономические. Я рассказал о нескольких проектах на том сайте и один из них был проект Planet Hunters TESS, в котором люди ищут экзопланеты на данных с телескопа миссии TESS. Так вот, Виталий посмотрел этот ролик, ему понравилась идея, он зарегистрировался на Zuniverse, включился, ворвался в этот проект, долго просматривал изображения, долго их анализировал и вот недавно пришло подтверждение, он открыл две экзопланеты в одной звездной системе. То есть, он при этом, конечно же, ученым не стал, но он стал первооткрывателем экзопланет. Это уже круто. То есть, вот я как блогер сподвиг человека к такому занятию. Это вот такой есть пример. Многие, смотря всяких космоблогеров, таких как я, таких как мои коллеги, они загораются темой космоса, и они либо становятся, как в моем случае, астрономами-любителями, в моем случае это чаще как раз, покупают себе телескопы, сами начинают наблюдение за звездным небом, а бывает, они прям поступают на астрофизиков и в итоге учатся на астрономов и потом могут какую-то карьеру астрономическую сделать. Так что, да, есть определенный в этом плюс, определенная польза. действительно, это людей часто вдохновляет. Вот, конкретно в моем случае вдохновил человека на открытие экзопланет, и это круто, это я безумно рад за Виталия, это действительно такое знаковое событие, и рад, что я сам к этому немножечко руку так приложил. Спасибо. Я могу вот прочитать интересный комментарий, сегодня прочитал под нашим последним видео, человек пишет, на самом деле, благодаря вам мне удалось безболезненно изменить свои взгляды и убеждения на некоторые ключевые, на мой взгляд, вещи. Так что, спасибо, вполне настоящее, по скрипту, а мне почти полтинник. То есть, это же не только молодежь, человек, уже к 50 годам, человек способен все-таки менять свои взгляды. Здорово, это круто. Это круто. Спасибо, друзья. Кстати, если вдруг по какой-то причине вы изменили свои взгляды, наблюдая за нашими проектами и, в принципе, глядя на научпоп, напишите, нам будет приятно об этом. Навсегда такое приятное. Это интересно, да. Может быть, у вас есть опыт общения с человеком, который пропагандировал иную точку зрения, грубо говоря, а в итоге вот вы каким-то образом рассказали или что-то показали, объяснили, выяснилось, что человек... У меня есть много примеров людей, которые придерживались псевдонаучных взглядов астрономического характера, врывались в движуху астрономов-любителей, и вот эти все антинаучные вещи, они растворялись сами собой практически. То есть, очень много у меня знакомых, которые покупали телескоп, чтобы смотреть на инопланетян на Луне, а в итоге становились просто астрономами-любителями, астрофотографами и все... выздоравливали, так скажем. Спасибо. Так, говорим спасибо Дмитрию за поддержку и за то, что смотрит канал, и потом мы говорим, задаем вопрос от Имамали Раимбердиева. Есть ли на космосе еще жизнь? Ну, я надеюсь, чуточку осталось еще на нем. Разглядите ли еще, да. Есть ли жизнь на космосе, нет ли жизни на космосе, науки, это неизвестно. Так, спасибо большое. Перед следующим вопросом предлагаю несколько объявлений. Я с того позволениям, будешь начну. Еще раз благодарю всех, кто смотрит прямо сейчас наш стрим. Мы давно перевалили за отметку в 200 человек. Это хорошо. Если вы еще не поставили лайк по какой-то причине, сделайте это, пожалуйста. Если вы в записи смотрите и дошли до этого момента, значит, вы, во-первых, действительно любите науку, действительно любите космическую фотографию, ну, или просто мы приятные для вас люди, ну, и, соответственно, если уж так, напишите какой-нибудь комментарий, и нам будет приятно. И канал это примет какую-то определенную поддержку, так сказать. Ну, и не забудьте подписаться на канал, если вдруг какое-то причине, опять же, вы не подписаны. Нажмите на колокольчик, выберите пункт меню всей, и тогда вы не пропустите ни один похожий стрим, ну, или новые видео, о чем, в общем-то, наверное, сейчас Георгий также вам напомнит, что, в принципе, вас ждет впереди, и мы-то знаем, что нас ждет впереди. Ну, и, конечно же, благодарю вас за поддержку на Патреоне и за поддержку в качестве спонсоров канала, друзья. А я напомню, что в этот четверг, 17 июня в 19.00 на канале Anthropogenes.ru, на который, я надеюсь, вы подписаны, выйдет 14-й эпизод форума «Ученые против мифов-14». Это лекция «Квантовая физика вопреки здравому смыслу». И спикер Вадим Радимин, кандидат физико-математических наук, руководитель направления научно-образовательной квантовой криптографии группы квантовых коммуникаций российского квантового же центра. Это будет очень интересный и очень непростой доклад. А уже в следующие выходные, в субботу и воскресенье, если ничего не изменится, состоится форум «Ученые против мифов-15», на который, на самом деле, еще можно зарегистрироваться. И даже есть некоторое количество, немножко совсем, «Билеты» «Ссылку я сейчас в очередной раз кину в чатик». Приходите на форум, смотрите его, на трансляции зарегистрироваться можно еще в ближайшие дни. И количество регистраций на трансляции не ограничено. Но ограничено только возможностями Ютуба, наверное. Но мы вряд ли сможем их превысить. Да, спасибо, Гоша. Я также напомню о том, что в следующую пятницу будет новое видео на канале «Лаборатория ночных видео». Если вы смотрели наш четырехчасовой стрим, четыре лекции про динозавров, то вы знаете, что, в общем-то, в дальнейшем все эти лекции должны были появиться. Первая лекция буквально вот вчера вышла с того самого форума. Ну, а, соответственно, следующая в пятницу и вас ждет очень интересная тема от одного из, наверное, любимейших во многих смыслах спикера, который также на «Ученые против мифов» периодически появляется. Павел Скучас, он будет рассказывать, естественно, про динозавров. Я думаю, что это будет очень интересно. Присоединяйтесь, напомню, еще раз в пятницу. Ну, а если вам, друзья, нравится общаться прямо сейчас в чате трансляции, то вы можете продолжить это дело в чате с нашим Телеграм. Заходите туда, мы с вами немножко пообщаемся. Дима тоже наверняка заскочит и, может быть, поотвечает на ваши вопросы, если вдруг он не успел. Ссылку на Телеграм-чат есть. Я как раз кинул ссылочку на Телеграм-чат, кинул в обычный чат и на нашей Ютуб-трансляции ссылку на Телеграм-чат. Приглашаем всех. Скинул чат в чат, чтобы ты мог общаться в чате, пока пишешь в чате. Да, да, да. Тот самый случай. Кстати говоря, в чате, в который я скинул ссылку на чат, пока что появилось несколько интересных комментариев как раз на тему того, как люди меняют свое мнение, чему способствуют наши с вами усилия. Вот Светлана Сиряевская пишет, я не верила, что американцы на Луне были, но благодаря вам уверовала, еще руки так, то есть в очередной раз обвинят, что вот наука верия, уверовала без всяких доказательств в то, что американцы были на Луне. Майл Рибелскам пишет, что мне 43 и многое узнал смотря ОПМ. Например, на ГМО полностью взгляд поменялся. Рева Астра. Меня канал Диас Астров вдохновил на занятия астрономией, после чего я перешел в популяризацию науки, а благодаря Александру Соколову я смог разоплаться в заблуждениях и сильно поменять свой взгляд. Ну и так далее. Тут еще, наверное, есть что-то интересное. Те, кто читает чат, могут почитать. Да, спасибо, друзья. Вопрос задает Виктор, который говорит следующее. Почему НАСА не публикуют видео с Марса раз в сутки? Не склейка фото и отдельно прилепленный звук, а именно видео со звуком. Неужели так сложно? И дальше там продолжение. При высадке астронавтов на Луне в 69-м году видео было. С тех пор технологии камер шагнули далеко вперед. Так в чем же дело? Ну, технологии хоть и шагнули далеко вперед, но прямой эфир с Марса, да еще и со звуком, пока что все равно нет возможности вести. То есть, вот мы совсем недавно смотрели, как садился марсоход Perseverance, и прямого эфира посадки не было. Мы видео потом только смогли посмотреть, уже постфактум. То есть, пока что технологии настолько не шагнули. В принципе, есть техническая возможность, грубо говоря, каждый день присылать видео с Марса. Возможно, в принципе, даже и со звуком можно будет, но тогда марсоход только этим и будет заниматься, снимать видео и передавать его на Землю. То есть, никакой научной работы он при этом делать не будет. То есть, вот сейчас Perseverance отправился, у него там целая куча камер, у него микрофон есть, то есть, он что-то записывает, что-то снимает, и фотографии делает, и вот эти видеопосадки у нас эпичнейшие мы получили. Ну, как бы, вот, хорошо, а каждый день присылать, ну, это просто как вот будет такая вот пустыня такая, которая вот на видео, на которой ничего не происходит, вообще ничего не происходит. То есть, практически ничем не отличающийся от фотографии будет. И марсоход такой, типа, сегодня на Марсе ничего не происходит. Вот видео об этом. И на следующий день то же самое, может, он в другую сторону смотрит. Сегодня в этой стороне на Марсе ничего не происходит. То есть, там же нет какого-то перекати-поля, которое будет там по кадру перекатываться. То есть, ну, как бы, да, там, какие-то глобальные изменения, то есть, там, типа, пылевых бурь, вот такого. То есть, возможно, там, снял бы он закат, или что-то такое. то есть, техническая возможность есть сделать, пока что не в прямом эфире, но вообще записать видео и прислать его. Но если это делать каждый день, то у марсохода просто на научную работу не останется времени. Ну, надо, наверное, сказать, что это не широкополосный интернет, и нельзя взять там и быстренько все это слить, грубо говоря. в общем-то, скорость или не такая великая, как хотелось бы. Ну, и на всякий случай, там упоминалось склейка картинки и звука, но я напомню, что обычное видео, которое вы смотрите, это тоже склейка картинки и звука, то есть, это отдельно фотоприемник, снимающий картинку, и отдельный микрофон, снимающий звук. В данном случае Perseverance ничем вообще не отличается. То есть, у него отдельная картинка, да, он может, там, ну, типа, чтобы он снимал и записывал звук одновременно и потом это соединить, но это ничем не будет отличаться от видеокамеры с микрофоном, по сути. Супер. Спасибо огромное. Больше двух часов мы находимся в прямом эфире, пора заканчивать всем отдыхать. Друзья, спасибо, что смотрели этот эфир, надеюсь, вам понравилось. Если так, нажмите лайк, если вы этого еще не сделали. Гоша, Дима, спасибо вам огромное за компанию. По-моему, было классно. Мне было интересно. Мне понравилось. Весело пообщались, ответили, точнее, Дима, конечно, ответил на 60 с лишним вопросов или около того. Да. Ну да. А вы, друзья, спасибо, что смотрели, спасибо, что задали все эти вопросы. Приходите к нам еще. До новых встреч. Да. Спасибо всем. Пока. Спасибо, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok